Псимального значения. Система дала ему задание убить его в течение месяца. Он получит 200 монет дракона, если у него это получится, и отнимут 1000 монет дракона, если нет. С тех пор прошло уже несколько дней, как он не сдох. Нинхунду медленно вылез из дыры в земле весь бледный. Он вытащил пластину, которая защищала его грудь. Удар разрушил ее на две части. Это было преданное, которое Шэньту Яньер принесла из семьи Шэньту, когда она вышла за него замуж. Пластина темного ранга низкого класса поглощала 70% урона от атаки. Если бы она защищала его, он бы уже умер, потому что боевая ци убийцы драконов Нинцы игнорировала защиту. Этот ублюдок, почему он такой сильным? Как уничтожить пластину темного ранга низкого класса одним ударом? Это было действительно за пределами его ожиданий. После этого он немного порадовался, к счастью, он привел Шэньту Фена, иначе он действительно сегодня был бы неудачником. Ублюдок, куда ты бежишь? Шэньту Фен не отставая преследовал его, но каждый раз, когда он собирался схватить мальчишку, его отталкивал Нинцы, который полагался на местность. После того, как я схвачу тебя, я сломаю твои четыре конечности, а затем буду мучить. Нинцы сказал, не поворачивая головы. Является ли Нин Лун вашим племянником или вашим сыном? Почему вы ненавидите меня даже больше, чем Нин Хунду? Эти слова заставили Шэньту Фена остановиться на мгновение, и расстояние между ними еще больше увеличилось. Нинцы подумал про себя, что в следующий раз ему нужно найти возможность разузнать про техники, увеличивающие скорость. Если бы он имел одну такую, то его бы так сейчас не загоняли. Внезапно Нинцы остановился. Шэньту Фен зловеще засмеялся. Беги, почему ты больше не бежишь? Хаймы, выражение его лица изменилось, когда он ясно увидел две фигуры, стоящих перед Нинцы. Одним из них был великий мастер, а другим был духовный мастер один Гуранга, как и он. Кровавая рука. Нинцы холодно посмотрела на них двоих. Кровавая рука высокомерно засмеялся и посмотрел на Нинцы. Ты осмелился оскорбить мою кровавую секту, ты думаешь, я позволю тебе уйти? Я специально пригласил моего боевого дядюшку убить тебя. Духовный мастер один Гуранга показал слабую улыбку. После того, как он небрежно оценил Нинцы, он посмотрел на Шэньту Фен. Он цель кровавой секты, все остальные могут уйти. Лицо Шэньту Фена стало уродливым, но даже императору империи Циньтан приходилось считаться с ним, хоть он и был всего лишь духовным мастером один Гуранга. Он не смел оскорблять его, но Нинцы был его заклятым врагом, поэтому Шэньту Фен не желал упустить шанс отомстить, по крайней мере, пусть он станет свидетелем смерти Нинцы своими глазами, верно? Поэтому Шэньту Фен сказал им обоим. Я Шэньту Фен. Этот ребенок убил моего племянника, и у нас непримиримая вражда. Пожалуйста, прости меня. Катись. Низким голосом закричал человек. Лицо Шэньту Фена стало пепельным. Он с ненавистью посмотрел на Нинцы, думая о последствиях оскорбления этой секты, мог только утешить себя, прежде чем развернуться и уйти. Нинцы улыбнулся и покачал головой. Похоже, я не смогу избежать этого, несмотря ни на что, мне просто жаль мои монеты дракона. Мысленно он открыл магазин дракона. Там было несколько вариантов призыва. От царства закалки тела до духовного мастера. Духовный мастер Один Гуранга, генерал Троецарствия Люйбу. Стоимость призыва – 500 монет дракона, продолжительность призыва 5 минут. Поскольку он находитесь в состоянии смерти, потратите 200 монет дракона, чтобы возродить его и призовите снова. Духовный мастер Один Гуранга, генерал Троецарствия Джанфы. Стоимость призыва – 450 монет дракона, продолжительность призыва 5 минут. Когда он перевернул страницу на духовных мастеров Три Гуранга, глаза Нинцы загорелись. Духовный мастер Три Гуранга – Багровая фея Ли Мочу. Стоимость призыва – 1000 монет дракона. Продолжительность призыва – 5 минут. Ли Мочу. Нинцы вдруг подумала старой поговорке. Узнайте значение любви и вы поймете, что такое жизнь и смерть. Подтвердите вызов. Вы потратили 1000 монет дракона. Фиолетовая ци и великолепная монахиня в пурпурной мантии предстала перед всеми. Могила мертвых. Ли Мочу. Ранг. Духовный мастер Три Гуранга. У нее была особая боевая ци – Ледяная душа. Очки опыта. 0,1 миллион техника совершенствования. Темный ранг – Секрет пятиядов. Боевые навыки. Темный ранг – Серебряная игла ледяной души. Темный ранг – Ладонь пятиядов. Очки здоровья. 6500 у ее действительно были очки опыта. Мог ли он вызвать кого-то, чтобы поднять себе уровень? Нинцы был еще более удивлен. Она была намного сильнее, чем Люйбу. Кровавая рука и его боевой дядя были поражены. Кто эта красивая женщина, и как она так странно появилась? Духовный мастер Три Гуранга. Глаза Цубайшау на мгновение замерли, а затем серьезно сказали. Кто вы леди? Не могли бы вы назвать свое имя? Я – дьякон кровавой секты, Цубайшау. По его мнению, если кто-то узнает, что он из кровавой секты, то они определенно убегут от страха. Ли Мо Чоу проигнорировала его. Вместо этого равнодушно посмотрела на Нинцы. Молодой герой, ты хочешь, чтобы я убила этих двоих? Нинцы кивнул. Фея Ли Мо Чоу, извините, что беспокою вас. Поскольку она была слишком реалистичной, Нинцы почувствовал легкое уважение в своем сердце. Как только он это сказал, Ли Мо Чоу прыгнула в воздух и взмахнула своим веером. Серебряная игла ледяной души. Огромное множество кристально чистых ледяных игл выстрелили в Цубайшау и Кровавую руку. Они не содержали светло-фиолетовую ци, а скорее ледяную. Ледяная боевая ци. Особая боевая ци. Цубайшау был совершенно шокирован. Кровавая рука закричал, когда в его голову проникла серебряная игла ледяной души. Поздравляем хозяина с убийством великого мастера 1 Гуранга. Награда – 5000 очков опыта. Вы не получите набор с игрой из-за призванного героя. Кровавая рука. Цубайшау неуклюже увернулся от атаки Лимочоу. Увидев трагичную смерть Кровавой руки, он взревел. Бледно-пурпурная боевая ци появилась в его ладонях и ударила женщину. Но скорость Лимочоу была чрезвычайно быстрой. Он даже не мог схватить ее за рукава. Видя это, Нин Ци спросил систему. Система, ты создала Лимочоу? Она была изъята из воспоминаний хозяина. Если хозяин захочет потратить 10 000 монет дракона, вы можете получить ее навсегда, и она не будет отличаться ничем от обычного человека. Черт, эта технология страшная. Нин Ци вздохнул. В этот момент Цубайшау не только был поражен серебряной иглой ледяной души, но и получил пять ударов ладонью Лимочоу в грудь. Его исход был уже предрешен. Видя, что Лимочоу собирается снова атаковать и покончил с жизнью Цубайшау, Нин Ци быстро сказал. Фиэли, остановись. Глава 19. Огненная обезьяна ладонь Лимочоу остановилась в дюйме от головы Цубайшау. Вы не можете убить меня, если умрет Дьякон. Моя секта обязательно отправит старейшину тщательно расследовать этот вопрос, почему бы нам не забыть данное недоразумение. Думая, что Нин Ци боится кровавую секту за его спиной и не осмелится убить его, глаза Цубайшау вспыхнули радостью. 18. Ладоней дракона. Весело улыбаясь, он подошел к тяжело раненному Цубайшау и, не говоря ни слова, Нин Ци ударил его из-за его всех сил. Голова Цубайшау взорвалась, как арбуз, упавший с 10 этажа. Поздравляем хозяина с убийством духовного мастера 1 Гуранга. Получено 40.00 опыта. Нин Ци только недавно прорвался, и теперь получил 40.00 очков опыта. Ему не хватало 60.00 очков опыта до следующего ранга. День. Поздравляем хозяина с получением набора с игрой. Ха-ха, сработало. В системном сообщении говорилось, что из-за призванного героя он не получит набор с игрой. Когда Нин Ци попросил ее остановиться, и после сам лично убил врага, он получил набор. Но этот набор казался немного странным. Спасибо за участие. Спасибо за участие. 9 подряд. Все они были вариантом спасибо за участие. Когда Нин Ци подумал, что система пошутила, 10-м вариантом оказался. 2000 монет дракона. Какого черта, духовного мастера 1 Гуранга можно продать в общей сложности за 2000 монет дракона? Но шансы на выигрыш слишком малы. Нин Ци причмокнул губами. Вы хотите открыть его сейчас или через 24 часа? Он был обеспокоен своими шансами. Эх, неважно, я должен открыть набор. Я не ссыкун. Привычным действием он начал игру. Вращающееся колесо начало крутиться очень быстро, а проходя мимо вариантов спасибо за участие заставляло сердце Нин Ци очень быстро биться. Ну, попади. Да. Возможно, это было из-за того, что он кричал так громко, что система все же пощадила его. Стрелка медленно остановился на варианте 2000 монет дракона. День. Поздравляем хозяина с получением 2000 монет дракона. Этот звук был похож на звук наслаждения. Нин Ци счастливо рассмеялся и подошел к Лиму Чу. Выражение его лица изменилось. Он схватил ее за талию и собирался поцеловать в лицо. В следующий момент она появилась в 10 метрах от него и холодно посмотрела. Молодой герой, пожалуйста, следите за собой. Нин Ци сухо засмеялся и сказал. Что поделать, что поделать. Он подумал про себя. Как и ожидалось, призыв не означает, что им можно пользоваться как угодно. Может быть потому, что он был временным. Он спросил систему об этом, но не получил ответа. Пять минут быстро прошли, и с громким звуком Лиму Чу превратилась в шар пурпурного дыма и растворилась в воздухе. Нин Ци решил проверить стоимость функции, которая позволяла навсегда вызвать ее. Она действительно стоила 10 000. Похоже, он не сможет с ней сблизиться так быстро, как он хотел. На этот раз он не только избавился от двух парней из кровавой секты, но также получил 2000 монет дракона. Теперь, когда общее количество монет достигло 2200, он наконец мог компенсировать потери, которые он понес ранее. Один день спустя, Нин Ци внезапно услышал чьи-то голоса впереди. Голоса были очень знакомыми. Быстро, поймайте эту огненную обезьяну. Не позволяйте ее вернуться на гору. Ха-ха, это демонический зверь 4 гуранга. Когда мы схватим обезьяну живьем, наш рейтинг дома чемпиона определенно не будет низким на этот раз. Будьте осторожны со странным огнем, который она выплевывает. Оно занимает 136 место в рейтинге небесного пламени, его достаточно, чтобы спалить нас дотла. Нин Ци прищурился и слегка кивнул. Он уже принял решение тихо подкрался, отодвинул ветви и четко увидел ситуацию перед ним. Нин Яни три других пиковых боевых мастеров боролись против гигантской обезьяны высотой в 10 футов, в то время как остальные защищались со стороны. Самое главное, что на животе обезьяны были следы крови, она была серьезно ранена. Это объясняло, то как демонический зверь низкого класса 4 гуранга, который был равен духовному мастеру 1 гуранга, была окружена Нин Яном великим мастером 1 гуранга вместе с тремя пиковыми боевыми мастерами и другим, не в состоянии убежать. Внезапно Нин Ян выпустил золотую шелковую сеть и накрыл тело огненной обезьяны. Даже золотое пламя на ее хвосте не могло сжечь золотой шелк. Я знаю, что ты понимаешь человеческую речь, так что перестаньте бороться. Это фиолетовая золотая сеть, предмет темного ранга среднего класса, на которую моя мать потратила миллион серебряных, так что даже не пытайся. Нин Ян усмехнулся. В глазах огненной обезьяны был след отчаяния. Она медленно успокоилась и перестала бороться. Ха-ха, она сдалась. Мы, дом чемпиона, наконец-то завоевали золото. Даже если бы это были другие семьи, они не смогли бы поймать живого демонического зверя 4 гуранга. Конечно, если только они не встретят сильно раненого зверя 4 ранга, ха-ха-ха. Три боевых мастера также гордо рассмеялись. На лице Нин Яна появилась довольная улыбка. Он махнул рукой. Ладно, тихо. Я решил забрать его и отнести в Лиственную долину, чтобы найти девятого принца. Один из трех пиковых боевых мастеров, второй сын, Нин Донг, спросил. Нин Ян, ты хочешь сказать, что мы не будем участвовать в соревновании на этот раз? Нин Ян кивнул головой. С помощью этого зверя мы сможем победить. В противном случае, если продолжим участвовать, вероятно, не мы будем охотиться, а на нас. И мым, ты прав. Я согласен. Кивнул Нин Донг, будучи членом Дома чемпиона, каждый понимал эту логику. Однако в это время выскочила фигура, схватила пурпурно-золотую сетку и убежала, оставив позади себя ошарашенную группу. Огненная обезьяна воспользовалась возможностью, перепрыгнула через группу и взобралась на гору. Черт возьми, огненная обезьяна. Моя фиолетовая золотая сетка. Нин Ян взревел, он мог только наблюдать, как обезьяна взбиралась на гору. Кто этот парень? Я хочу разорвать его на тысячу кусочков. Нин Донг ударил по дереву. Ствол дерева был немедленно уничтоженным. Было видно, насколько он был зол. Другие были с ним согласны. Это нинцы. Я узнаю его спину. Вспомнив, сказал боевой мастер Семь Гуранга. Нин Ян был поражен, услышав это. Как это может быть нинцы? Разве Шэнь Ту не пришел? Не мог же боевой мастер Семь Гуранга справиться с ними? Мусор. Нин Ян проклинал его тихим голосом. Правильно, нинцы, мусор. Давайте поймать его и преподадим ему урок. Крикнул нин Донг. Все согласились. Несмотря на то, что нин Ян также хотел лично снять кожу с нинцы, он все же сказал. На данный момент день охоты по-прежнему является приоритетом. Пока не беспокойтесь об этом мусоре. Он боялся, что Нин Хундо и Шэнь Ту Фен пока не смогли найти следы нинцы, поэтому, несмотря на то, что он ненавидел нинцы до глубины души, он не должен помешать им. Когда он умрет, мать сможет найти покой, и в доме чемпиона никто больше не сможет угрожать моей позиции. Если ты все тот же мусор, я, как твой брат, даже если ты мне не нравишься, все равно не причинил бы тебе вред. Если и захочешь винить кого-то, то можешь обвинять только себя. Глава 20. Заполучить птицу фиолетовых молний ха-ха-ха. Потрясающе. Нин Ци смеялся и долго бежал, прежде чем остановиться, чтобы разглядеть пурпурно-золотую сетку. Пурпурно-золотая сетка, темного ранга среднего класса, первая леди, вы действительно богаты, потратив миллион серебра на создание этого предмета для вашего сына. Хи-хи. Рука Нин Ци, которая держала пурпурно-золотую сетку, внезапно выпустила немного Ци убийцы драконов. Пурпурно-золотая сетка сразу же стала сверкающей и блестящей, края были очень острыми, но они не ранили Нин Ци. Вдруг, темно-красная Ци активизировалась и хотела остановить серебряную Ци. Было очевидно, что Нин Я не оставил свой отпечаток. Нин Ци усмехнулся, и через несколько мгновений он развеял эту Ци. В конце концов, пурпурно-золотая сеть стала его человек. Нин Ци повернул голову, посмотреть, кто с ним говорит, но увидел прямо перед собой тяжело раненую огненную обезьяну. Вы действительно умеете говорить. Не забывайте, что я только что спас вашу жизнь. Нин Ци был бдительный. Огненная обезьяна кивнула и сказала. Я знаю, что ты спас меня, поэтому я хочу рассказать тебе кое-что в ответ. Нин Ци было немного любопытно. Что рассказать? Огненная обезьяна сказала. В трехстах милях отсюда есть гора. Новорожденные детеныши птицы фиолетовых молний находятся на вершине горы. Сейчас их мать в поисках пищи. Если вы поспешите прямо сейчас, может быть и успеете. Это птица. Это был зверь среднего класса 5 гуранга. Ее сила была эквивалентна боевому королю. Ее детеныш стоил как минимум миллион серебра. После того, как огненная обезьяна закончила, она вдумчиво посмотрела на Нин Ци, затем повернулась и ушла. Даже если это ловушка, я хочу попытать счастье. Нин Ци были непонятны мотивы огненной обезьяны, но он не смог устоять перед желанием броситься в направлении, куда указала обезьяна. Глядя на удаляющуюся спину Нин Ци, она показала холодную улыбку. Проклятая птица, из-за тебя меня чуть не поймали люди. Давай посмотрим, сможешь ли ты защитить своих детей, ха-ха-ха. Нин Ци нашел гору, о которой говорила огненная обезьяна. Понаблюдав некоторое время, он поднялся на нее и действительно увидел огромное птичье гнездо. Внутри гнезда были три маленькие птички, которые ростом были с половиной Нин Ци. У них была особая фиолетовая цимолния. Нин Ци взволнованно посмотрела на них и сразу же начала обыскивать магазин дракона. Я ясно видел его раньше, где он был. Ха-эм. Вот оно. Контракт с пятиранговым демоническим зверем, две тысячи монет дракона. Вы можете заключить контракт со всеми демонами пять гуранга. Детеныш демонического зверя, сто процентов шанс успеха для детенышей. Нин Ци немедленно нажал кнопку купить, и в его руке появился пергамент. Он укусил палец и капнул на него каплю крови, затем прыгнул в птичье гнездо и нашел самого энергичного детеныша. Он использовал свою боевую Ци, чтобы уколоть детеныша, и капля пурпурной крови капнула на пергамент. День. Поздравляем хозяина с успешным заключением контракта с птицей фиолетовых молний среднего класса пять гуранга. Сила новорожденного детеныша эквивалентна демоническому зверю один гуранга, и по мере его роста он станет равен боевому королю три гуранга. В это время между разумом Нин Ци и детенышем возникла таинственная связь, как будто их мысли были связаны. Он больше не боролся и начал относиться к Нин Ци как к своему родителю и стал просить еду. Ха-ха, не волнуйся, я пойду и поймаю жуков, чтобы ты поел. В характеристиках Нин Ци было дополнительное пространство для питомцев, и в нем было три места. Он решил попробовать и смог поместить туда своего питомца. Глядя на двух других испуганных детенышей, Нин Ци тихо рассмеялся. Мы оставим вас, может увидимся в будущем, я не буду трогать вас двоих. Пока-пока. Вскоре после того, как Нин Ци покинул горную вершину, взрослая птица с размахом крыльев в 25 метров прилетела назад. Когда она обнаружила, что одного детеныша не хватает, она издала злой крик. Звук распространяется на десятки миль. Ци грома и молнии вырвалась из ее тела. Затем она взяла двух других детенышей и спрятала их в очень скрытом месте. Птица начала искать ауру детеныша, которого Нин Ци забрал. Ся Ци, ешь, ешь. Нин Ци убивал всевозможных гусениц и ядовитых змей, а птичка ела все, что он дает. Все было поглощено ее животиком, и после того, как она закончила есть, то стала щебетать. Как в тебя все влезло. Лицо Нин Ци стало уродливым. Он не ожидал такого аппетита Ся Ци, поэтому он решил найти что-то в магазине дракона. Порывшись некоторое время, он нашел отдел, который специализировался на продаже корма для питомцев. Они были разного класса. Цена на некоторые достигала 1000 монет дракона. Самая низкая стоимость равнялась 1 монете дракона. Питательный эликсир 1 монета дракона. Подтвердите покупку 10 питательных эликсиров. После снятия 10 монет дракона, в пространственной сумке Нин Ци появились 10 питательных эликсиров. Если ты не наешься, я не смогу содержать тебя, тогда я думаю, что просто продам. Нин Ци пригрозил птичке. После этого в его руке появился питательный эликсир. Ся Ци взволнованно чирикала. Ее глаза с желанием смотрели на ладонь Нин Ци. Это за 1 монету дракона. Ешь с болью в сердце, Нин Ци отдал питательный эликсир Ся Ци. После употребления эликсира наконец можно было увидеть, что птичка наелась и прикрыв глаза наслаждалась сытостью. Ну, хоть это помогло. Я надеюсь, одного приема хватит хотя бы на 2 или 3 дня. С таким ребенком, мои ежемесячные расходы увеличатся. Нин Ци погладил Ся Ци и засмеялся. В этот момент в небе внезапно появилась черная точка, и Нин Ци сосредоточился. Демонический зверь среднего класса 5 гуранга, птица фиолетовых молний. 35 000 очков здоровья. Ее здоровье было больше на 10 тысяч по сравнению с патриархом семьи Лун, Лун Цзю Тянь, который был боевым королем 9 гуранга. Нин Ци немедленно убрался от Зи в пространство для питомцев, развернулся и побежал. Птица обнаружила, что тело Нин Ци было окутано аурой его детеныша, и, уставившись на Нин Ци, она бросилась к нему с чрезвычайно быстрой скоростью. Догнав Нин Ци, птица выплюнула из клюва шар молний, наполненный молниями Ци, и стала бомбардировать Нин Ци. Бам! Огромный валун разрушился. Перед Нин Ци образовался еще один огромный кратер глубиной в несколько десятков метров и диаметром около 100 метров. Волна зеленого дыма медленно поднималась из кратера. Все тело Нин Ци покрылось холодным потом, он был всего в нескольких шагах от удара. Глядя на безумную силу, даже если бы это не убило его мгновенно, урон, который этот удар мог нанести, был слишком ужасен. Она слишком быстрая, что мне делать? Нин Ци думал использовать местность для борьбы с птицей. Внезапно у него появилась идея. Он выбрал направление и начал бежать. Бам! Фиолетовый разряд молнии снова выстрелил в сторону Нин Ци, но на этот раз ему не повезло. После удара молнии его немедленно отправили в полет. Удар отнил целых 6000 очков здоровья. Если бы не его техника драконьего слона, которая достигла 3 уровня и увеличила его здоровье на 10 тысяч, он был бы убит мгновенно. Глава 21 Катастрофа погоня вызвала большое волнение. Многие решили проверить, что происходит, но когда увидели птицу у фиолетовых молний, то сразу же разбежались. Кто ее спровоцировал, он ухаживает за смертью. Как он посмел провоцировать демонического зверя 5 Гуранга? Этот человек должно быть уже умер. Почему птица все еще злится? Нехорошо, она летит к нам. Бегите. Эта группа людей перемешала ауру детеныша Нин Ци и птица отвлеклась от него на них. Это дало ему возможность отдышаться. Он сунул в рот две пилюли низкого класса и мгновенно восстановил 2000 очков здоровья. Похоже, что у него все еще был шанс. Это птица фиолетовых молний. Они действительно появились в лесу Тиньфын. Шэнь Туфин, который был поблизости, удивленно поднял голову. Он сразу сунул руку в карман, но увидев Нин Хунду, который стоял недалеко от него, на мгновение помедлил, а затем вынул руку. Шэнь Туфин, ты же не пришел сюда ради этой птицы, у тебя что-то есть? Нин Хунду заметил его маленький трюк и улыбнулся. Шэнь Туфин покачал головой. У меня есть предмет, который требует слияния и очистки их перьев, поэтому я специально приготовил любимую еду этих птиц. Черпите благовоний. Это черпите благовоний. Демонический зверь погрузится в глубокий сон, если съест его. Нин Хунду был удивлен. Он никогда не думал, что Шэнь Туфин сможет получить такой хороший предмет. Шэнь Туфин кивнул. Да, но так как птица сейчас так зла, мне придется подождать, пока она успокоится, только тогда червь будет эффективным. Нам нужно догнать и посмотреть, кто ее спровоцировал. После того, как птица разогнала толпу, которая решила посмотреть шоу, она снова разыскала ауру Нинцы и быстро погнались за ним. В это время он наступил на несколько падающих листьев красного цвета, и перед глазами Нинцы появилась долина, заполненная листьями красного цвета. В Лиственной долине слуги Цининдин обустроили особое место, что оно стало похоже на роскошный дворец. Тысяча золотых цикад окружили высокую платформу из фиолетового дерева, на которой сидел Цининдин и медитировал. Когда птица появилась в окрестносте Лиственной долины, четыре охранника, боевые короли Один Гуранга, мгновенно открыли глаза и взлетели в воздух. Что случилось? Спокойно спросил Цининдин, не открывая глаз. Девятый принц. Я не знаю, как маленькому парню удалось спровоцировать взрослую птицу фиолетовых молний, но мы четверо вместе прогоним ее. После этих слов четыре охранника полетели к ним. Нинцы наконец вздохнул с облегчением и сел на землю. Сердитые глаза птицы время от времени смотрели на него, но четыре боевых короля скрывали настоящую проблему для ней. У империи Циньтан сейчас идут соревнования. Мы не будем усложнять тебе жизнь. Они решили обойтись без сражения и отпустить птицу. Однако у птицы был украден ее детеныш, как она могла так легко его отпустить? Она гневно атаковала четверых. Раньше она атаковала на дистанции, но теперь фиолетовые молнии на ее крыльях вспыхнули. Обильная фиолетовая цепь преобразила крылья и они стали острыми словно клинок. Однако охрана принца тоже не была слабой. Когда обе стороны вступили в бой первый контакт закончился ничьей. Через час птица начала постепенно терять силу, потому что все четверо охранников имели снаряжение темного ранга и выше. Она собирается убежать. У нас еще есть время. Захватите ее и подарите девятому принцу. Птица развернулась и улетела, из четырех боевых королей остался только один, остальные трое продолжали преследовать птицу. В это время многие члены соревнования подошли к Лиственной долине, и никто не заметил, что настоящей целью птицы был Нинцы. Скрывшись он выбежал из Лиственной долины. Десять дней спустя трое охранников вернулись ранеными. Их лица были неприглядными, очевидно их прогнали. В эти десять дней Нинцы постоянно убивал монстров. Его опыт уже достиг восемьдесят две тысячи сто тысяч. Он был недалеко до достижения боевого мастера Семьгу ранга. Если бы про такую скорость узнали другие, то они даже бы не поверили. Возможно, даже девятый принц и Ниндин и Ценсюян не совершенствовались так быстро. Но жаль, что ранги убитых Нинцы зверей был не очень высоким, но наборы с игрой иногда попадались. Он часто получал несколько сотен серебряных монет или спасибо за участие. Но есть кое-что, что подняло его настроение. После того, как Сиатзы съела больше дюжины питательных эликсиров, ее тело преобразилось. Если раньше ее сила равнялась демоническому зверю низкого класса 1 Гуранга, то теперь ее сила была сопоставима с высококлассным зверем 1 Гуранга. При такой скорости роста она должна стать взрослой в течение года или двух. Если бы он взял более дорогой эликсир, возможно, она бы выросла еще быстрее. Тем не менее, для этого потребуется большое количество монет дракона. Рык. Белоснежный тигр высотой более 10 футов спрыгнул с горного ручья. Зверь среднего класса 3 Гуранга. Ледяной демонический тигр. 5000 очков здоровья. Сиатзы издала пронзительный крик и открыла клюв, выплюнув шар молний. Шар попал в лоб тигра и сжег несколько прядей его красивого белоснежного меха. После этого Сиатзы спряталась за Нинцы. Чтобы Сиатзы не поранилась, Нинцы отозвал ее обратно в пространство питомца, а затем злобно улыбнулась. Похоже, мне сегодня тоже придется стать усунем. Не дожидаясь реакции тигра, он взревел и ударив по направлению к нему. Три серебряных дракона взревели и напали на ледяного тигра. Тигр ловко уклонится от атак Нинцы, затем прыгнул в воздух. Его когти полоснули воздух. Появились воздушные клинки, которые направились к Нинцы, накладывая на него эффект заморозки. Его очки здоровья бешено снижались со скоростью 100 очков в секунду. Эффект заморозки длился целых 10 секунд, и в течение этого времени он подвергался атакам тигра, в результате чего он потерял более 2000 очков здоровья. Если бы это был какой-нибудь другой боевой мастер, он скорее всего давно бы умер. Жаль, что тигр встретил Нинцы, который совершенствовал технику драконьего слона, и его здоровье составляло 12 350 очков. После того, как эффект заморозки исчез, Нинцы ударил тигра своими 18 ладонями дракона. Демон тигр издал леденящий виск. Особая боевая ци игнорирующая защиту. Огромная сила 18 ладоней дракона. Этот удар ладонью молниеносно забрал треть здоровья демонического тигра. Почувствовав опасность, он тут же развернулся и убежал. Глава 22. Грязный язык строил из себя тут главного, а теперь пытаешься сбежать. Нинцы безумно преследовал тигра. Однако его техника движений была не такой хорошей, как у ледяного тигра, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Вагоня продолжалась почти 10 лет. Внезапно группа людей напала на тигра. Очки здоровья ледяного тигра за мгновение упали с более чем 3000 до чуть более 200 очков. Ворюги. Что за хрень? Как Нинцы мог позволить этому утенку улететь? Он атаковал своей ладонью, и до того как последняя атака группы должна была убить тигра, Нинцы успел опередить их. Поздравляю хозяина с убийством демонического зверя среднего класса 3. Гуранга ледяной тигр вы получили 8000 очков опыта. Поздравляем. Хозяин, вы получили набор с игрой. Пожалуйста, используйте набор в течение 24 часов. Что это за боевое умение? Серебряная ци, это особая боевая ци. Разве этот парень не 13-й сын дома чемпиона? Тот ублюдок? Я никогда бы не подумал, что новости, которые я слышал ранее, оказались правдой. Он фактически сжал особый тип битвы ци. Словно дикая курица, превращается в феникса. Наньгун Юнью подошел к трупу тигра и усмехнулся. Разве вы не знаете правила охоты? Этот ледяной тигр был замечен моей семьей, Наньгун, но ты осмелился помешать нам. Катись. Другие ученики из семьи Наньгуна кружили Нинцы. Нинцы увидел, что они нагло крадут зверя и угрожают ему, что сильно разъярило его. Бред собачий. Этот господин преследовал этого тигра. Может это вы не знаете правила? Казалось, что сейчас прозвучала самая большая шутка. Все громко засмеялись. Один из групп подержался за живот, указывая на Нинцы и смеялся. Ты? Боевой мастер гоняется за ледяным тигром? Кто бы мог подумать, что у членов дома чемпиона есть не только толстая кожа, но и обманщики. И они первоклассные. Наньгун Юнью ухмыльнулся, подошел к Нинцы и посмотрел на него с презрением. Ради вашего дома чемпиона у тебя еще есть время уйти. Глаза Нинцы пылали огнем. Что если я не уйду? Если ты не уйдешь, то умри. Наньгун Юнью крикнул и из его тела вырвалась красная боевая Ци, раскрывающая силу боевого мастера Три Гуранга. Первобытная божественная ладонь Ци переплеталась, превращаясь в гигантскую кровавую ладонь, и направилась к Нинцы. Он не сдерживался, он действительно хотел убить Нинцы. Ты ухаживаете за смертью. Нинцы взревел и использовал 18 ладоней дракона в полную силу. Три серебряных дракона взревели, когда они вылетели к Наньгун Юнью. Первозданная божественная ладонь была мгновенно разбита. Наньгун Юнью закричал от боли. Отлетев от удара он выплюнул много крови. Его чуть не прикончило этим ударом. Увидев эту сцену, ученики семьи Наньгун быстро пришли в себя и двинулись вперед, чтобы помочь Наньгун Юнью подняться и проверить его ранение. Мусор. Нинцы усмехнулся. Хватит. Все атакуем вместе. Черт его побери. Убью. Ученики семьи Наньгун взревели, окружив Нинцы. На лице Нинцы появилась холодная улыбка, и он прямо ударил одного из самых ближних к ему. Вскоре округу заполнили крики агонии. Только Нинцы остался стоять. Он посмотрел на Наньгун Юнью, его взгляд охватил всех учеников семьи Наньгун. Нинцы усмехнулся и сказал, вы все просто мусор. Эти слова были как нож, режущий их самооценку. Лицо Наньгун Юнью покраснело. От услышанных слов Нинцы, тот, кто был тяжело ранен, начал плеваться кровью. Самый сильный из группы, Наньгун Юнью, не был противником Нинцы. Нинцы, даже когда они все вместе атаковали, этого было недостаточно, чтобы справиться с ним. Они поняли, что Нинцы был сильным и его особая боевая цинь играла главной роли. Здесь очень оживленно. Что случилось? Группа людей вышла со стороны. Лидера Нинцы встречал раньше, а именно тогда, когда он болтал с Цин Сюань. Он увидел этого парня, который хотел убить его своим взглядом. Прямой внук великого Ву, Хуан Фу Та. После этого вышла другая группа людей. Молодой защитник наследного принца, Ца Чжин, семья Кун Кун Тиньцы, дом генерала Цинь Лун, Цин Сюань, дом чемпиона Нин Янь, семья Лун Лун О Тянь. Десятки членов разных кланов появлялись один за другим. Люди из семьи Наньгун были ошеломлены. Увидев Нинцы, Нин Донг тут же разразился проклятиями, но был остановлен Нин Яном. Здесь много посторонних, не затрудняй положение. Только тогда Нин Донг заткнулся. Один из пиковых боевых мастеров семьи Наньгун быстро подбежал к Хуан Фу Та, указал на Нин Ци и сказал. Я только что убил ледяного тигра Три Гуранга, этот ребенок собирался отобрать его. Хуан Фу Та посмотрел на бледного Наньгун Юнью. Брат Юнься, ты ранен? Наньгун Юнью с ненавистью посмотрел на Нин Ци и тихим голосом сказал. Я был ранен его особой боевой Ци. Он говорил так, потому что до сих пор не мог признать, что Нин Ци победил его. Поэтому он сознательно рассказал о боевой Ци Нин Ци. Хоть он и проиграл Нин Ци, но ссылаясь на особую Ци, его поражение не будет таким уж жалким. Хуан Фу Та холодно посмотрел на Нин Ци. У тебя достаточно мужества. Сын служанки на самом деле осмелился устроить тут расправу. Если бы мы не пришли сюда сегодня, ты убил бы всех и уничтожил все доказательства. Нин Ци холодно рассмеялся. Вы хотите поддержать семью Наньгун, не разузнав правды? Кем ты себя возомнил? Всего лишь великий мастер 8 Гуранга. Менее чем через полгода, я определенно растопчу тебя. Как высокомерно. Ца Чжин громко рассмеялся. Взгляд, которым он смотрел на Нин Ци, были полон жалости. Здесь была треть столичной знати империи Цинь Тан, и среди них были их главные сыновья. Нин Ци посмотрел на Ца Чжина. Высокомерный? Я посмотрю, сможешь ли ты смеяться после того, как на тебя наступит. Слишком высокомерно. Как дом чемпиона воспитывает своих детей. Одно дело, когда незаконнорожденный сын не встает на колени при виде прямого внука. Ву так еще он смеет говорить так высокомерно. Кун Тин Ци покачал головой. Нин Ци показал Кун Тин Ци свой средний пальцем и сказал. Как я его оскорбил. Я не говорю правду. Хватит трепаться. Я не хочу говорить с таким парнем, как ты, у которого нет мозгов. Через полгода вы все будете стоять у моих ног. Все сразу посмотрели на Цинь Луна. Сейчас у него была самая уважаемая родословная и самое высокое совершенствование. Он уступал только Цин Цюань. Они не ожидали, что он будет просто тихо смотреть, не говоря ни слова. Глава 23. Зеркало возврата. Поскольку ты хвастаешься, что сможешь растоптать нас через полгода, почему бы нам не заключить пари здесь. Через полгода, мы будем сражаться друг с другом на смерть. Хуан Фу Таа холодно сказал. Ца Чжин и Кун Тин Ци слегка кивнули. Они не могли опуститься до такого уровня, чтобы спорить с Нин Ци как червяки. Им всего лишь нужно решить эту проблему самым эффективным способом, и это было просто убить Нин Ци. Если вы решитесь заключить пари, то давайте так и сделаем. Если кто-то не придет, будет с икуном с черепашьими яйцами. Нин Ци усмехнулся. Цин Лун наконец медленно открыл рот, но увидел, что кто-то рядом с ним протягивает бумагу. После того, как Цин Лун получил его, он махнул рукой и расписался в нем. Затем он сказал Цин Цюань. Чтобы обе стороны выполнили свое обещание, я хотел бы пригласить мисс Цин Цюань быть свидетелем. Цин Цюань засмеялась и сказала. Разве у меня есть другой выбор? Подождите. Закричал Нин Янь, медленно выходя. Он указал на Нин Ци и сказал. Несмотря на то, что этот человек из Дома Чемпиона, он просто незаконнорожденный, который убил моего седьмого брата, сына Нин Хунду, Нин Луна. Старый предок уже начал свое расследование, и когда доказательства найдут, он лично казнит его. Что? Он действительно поступил так? Это действительно отвратительное преступление. Если бы император узнал об этом, он обязательно бросил бы его в огне на ледяную тюрьму, оставив там его на сто лет. Также он посмел отобрать демонического зверя у клана Нань Гун и планировал заставить их замолчать, убив. Я совсем не удивлен тем, что он решит их убить. О, так старый чемпион одолжил предмет для этого вопроса. Цин Лун кивнул, планируя разорвать этот контракт на части. Что это? Зачем? Ты боишься? Нин Ян, ты сказал, что я убил твоего брата, но где доказательства? Ты говоришь тут чепуху. Я думаю, ты тут один, кто причинял моим братьям вред. Ты боишься, что я заберу у тебя титул маркиза? А, не волнуйся, меня не волнует этот собачий титул. Даже если ты отдашь его мне, я не приму. Нин Ци ругался. Лицо Нин Яна чередовалось от красного в зеленый, но поскольку он действительно был не в состоянии предоставить какие-либо доказательства, Нин Ци говорил все как есть, а у него не было возможности возразить. Нин Донг стиснул зубы от ненависти. Этот вор зашел слишком далеко. Большой брат Цинь, нам все еще нужно заключить договор, не разрывая его. Нин Ци повернулся к Цин Луну и сказал. В это время Цин Лун на самом деле ощущал абсурдное чувство лести. После оскорбления нескольких благородных сыновей и дочерей он назвал его большим братом Цинь. Цин Лун показал кривую улыбку и сказал. Тогда давайте все подпишем контракт. Нин Ци первым укусил и отпечатал свой палец на бумаге. За ним последовали Хуан Фу Тао, Ца Чжин и Кун Тин Ци. Первоначально Нин Ци думал, что эти трое будут единственными, но он никогда бы не подумал, что несколько других учеников из больших кланов придут, чтобы тоже подписать контракт. Хотя их совершенствование было не таким высоким, как у Хуан Фу Тао. Все они были великими мастерами триго или четырего ранга. Хе-хе, те, кто желает биться на смерть, могут подойти и подписать. Я прихлопну их всех сразу. Нин Ци положил руки на пояс и засмеялся. Внезапно все боевые мастера подошли и подписали контракт один за другим. Очень быстро контракт, который был у Цинь Луна, больше не мог вместить в себя отпечатки. Хорошо. Вы, ребята, продолжайте. Я уйду первым. Нин Ци махнул рукой и повернулся, чтобы уйти. Видя, что он не забрал труп тигра, у глаз Нань Гун Юнью появился радостный взгляд. Ученики семьи Нань Гун также окружили труп демона тигра. Увидев контракт с более чем сотней отпечатков, Цинь Лун засмеялся и покачал головой. Он убрал его и сказал Цин Сюань. Мисс Цин Сюань, у этого ребенка, кажется, необъяснимая уверенность. Я видел, как ты говорила, что хочешь с ним поспарринговаться, ты знаешь что-нибудь про него. Когда выражение лица о теня изменилось, он умоляюще посмотрел на Цин Сюань. Она слегка улыбнулась. Я просто знаю, что у него особый тип Ци, и я очень счастлива, когда вижу его, что касается его личности. Я знаю ровно столько же, сколько и вы, ребята. Цинь Лун кивнул, затем посмотрел на остальных и сказал. До конца дня охоты еще 10 дней, продолжай в том же духе. Пройдя несколько сотен километров, Нин Ци сразу же открыл подарочный набор ледяного тигра. В то время члены семьи Нань Гун все смотрели ошеломленно, как труп тигра-демона таинственно исчез. Они были в замешательстве, что делать. Нань Гун Юнь, который был первоначально тяжело ранен, выплюнул полный рот крови, увидев происходящее. Снаряжение желтого ранга высшего класса. Амулет Тигриный глаз уменьшает урон, наносимый льдом. 300 золотых монет. Детеныш Ледяного Тигра. Боевое умение низкого класса. Стремительный дракон и быстрый тигр. Высококачественная силиконовая кукла. Спасибо за участие. Спасибо за участие. Спасибо за участие. Спасибо за участие. Всего было 9 вариантов. Хотя предмет желтого ранга высшего класса мог увеличить сопротивление, его уровень был слишком низким. А поскольку 300 золотых монет были эквивалентны 30 тысячам серебряных, это было неплохо. Детеныш Ледяного Тигра был бесполезен, потому что у Нинцы было сядзы. Что касается последнего варианта, силиконовая кукла высшего класса, какого черта это было? Что это за херня? Пофиг на это. Лучше уж если получу технику движений. Выбрал свою цель. Нинцы начал использовать свою большую технику молитв. День. Поздравляем хозяина с получением 300 золотых монет. Столица. Дом чемпиона. В маленьком дворе, в котором жил Нинцы, находилось много людей, в том числе Нинхунтянь, первая леди Нинха и другие сыновья старого предка. Если бы не первая леди, ругающая слуг, которые хотели протиснуться, чтобы посмотреть происходящее, двора бы явно не хватило для всех присутствующих. В руках старого мастера было зеркало. Это был предмет земного высшего класса, которое передавалось в течение сотен лет. Зеркало возврата. Во всей империи Циньтона оно было единственным предметом такого класса. Оно не обладало какой-либо силой, а считалось предметом поддержки. Некоторые давно хотели заполучить ее. После того, как старый предок какое-то время осматривал зеркало, он разобрался, как пользоваться им. Отойдите немного назад. Старый предок поднял брови и холодно фыркнул. Нинхунтяне и остальные сразу отступили. Где Хунду? Разве он не хочет увидеть это сам? Старый предок осмотрел толпу и вдруг сказал. Шентуяньер поспешно сказала. У него вдруг появилось что-то срочное. Гэм. Старый мастер мягко бросил предмет. Зеркало возврата медленно взлетело в воздух над небольшим двором, после чего из зеркала выступил луч света. Смотрите, это Нин Лун. Кто-то воскликнул. В тусклом свете слабо появилась фигура Нин Луна. Он вошел во двор и начал спорить с Нин Ци. Можно было даже понимать, что он говорил. Глава 24. Черный огненный дракон на проекции. Мать. Однажды я заставлю его встать на колени перед тобой и извиниться. Ся Юань моя любовница, как ты посмел приставать к ней? Когда Нин Хунтянь услышал, как Нин Лун сказал, что слуга Ся Юань была его любовницей, его лицо сразу стало зеленым. Первая леди была безмолвна, но уголки ее глаз время от времени дергались. Было ясно, насколько она зла. Слуга Ся Юань, следовавшая за ней, рухнула на землю с бледным лицом. Все смотрели на нее так, словно она это заслужила. В их глазах не было жалости. Следующая сцена состояла в том, что Нин Лун ударил Нин Ци, а затем Нин Ци внезапно пришел в бешенство, раскрыв силу боевого мастера Один Гуранга. Он немедленно убил Нин Луна, а затем похоронил его труп в месте, которое ранее было найдено Нин Хунду. Наконец-то все узнали правду. Все сомнения развеялись. Нин Ци все это время скрывал свой уровень совершенствования, а показал только когда его жизнь оказалась под ударом. Все-таки это сделал Нин Ци. Седьмая сестра, я решу эту ситуацию за тебя. Нин Хунтянь сказал Шэнь Туянь Ер. Мой Лун умер такой жалкой смертью. Шэнь Туянь Ер громко плакала. Первая леди немедленно вышла вперед и успокоила ее. Младшая сестра, будь осторожна, не плачь так сильно, это может повредить твое здоровье. Сохраняй свои силы, пойдем увидим, как его накажут. Старый предок тихим голосом сказал. Поскольку вопрос уже ясен, Нин Ци должен понести смертельное наказание. Чтобы никто не узнал, вы, все, следуйте за мной в Лестинь Фын. Шли дни, приближался крайний срок окончания дня охоты. Зверь класса Босс 2 Гуранга, кровавый свирепый лев, умри. Демонический зверь высокого класса 2 Гуранга, железнолицая обезьяна, умри. Зверь среднего класса 3 Гуранга, лесоветра, умри. Зверь среднего класса 3 Гуранга, девятихвостый дикий цыпленок, умри. День. Поздравляю хозяина с повышением. Хозяин. Нин Ци. Ранг. Боевой мастер 7 Гуранга. Очки опыта. 0-110 тысяч. Техника совершенствования. Навык божественного ранга. Мудрость драконьего слона. Уровень 3. Прогресс с 238-10 тысяч. Боевые навыки. Навык божественного ранга. 18 ладоней дракона уровень 3. Прогресс с 2568-10 тысяч. Очки здоровья. 12 350 монеты дракона. 158 демонический питомец. Птица фиолетовых молний среднего класса 5 Ранга. Детеныш. Ха-ха. Наконец, боевой мастер 7 Гуранга. Нин Ци был очень счастлив. Были также наборы с игрой, которые он получал во время охоты, но из большинства из них он получал только спасибо за участие. Были несколько низкоуровневых предметов и пилюль желтого ранга. Нин Ци положил все в свою пространственную сумку и решил продать их после возвращения в столицу. Сегодня последний день. Пора идти в лиственную долину. Нин Ци собрал вещи, взял несколько питательных эликсиров и накормил сиатзы, которая неугомонно щебетала, а затем пошел в направлении лиственной долины. Внезапно перед ним появилась кроваво-красная фигура. Кто ты? Нин Ци крикнул, зорко глядя на фигуру. Присмотревшись, фигурой оказалась женщина. Она выглядела несколько знакомой, вероятно, одна из членов какой-то семьи, принимавшей участие в охоте, но ее тело было в крови. На ее животе была большая рана. Дракон, дракон. Когда она увидела Нин Ци, она слабо открыла рот и потеряла сознание. Нин Ци нахмурился. Немного поколебавшись, он достал несколько пилюль восстановления желтого класса, которые он получил из набора, и сунул их ей в рот. Затем он отнес ее к тенистому дереву и стал ждать, когда она проснется, чтобы узнать, что произошло. В следующий момент Нин Ци был шокирован, увидев большую группу людей, бегущих к нему. Позади них он услышал рев, с которой Нин Ци был чрезвычайно знаком. Это рев дракона. Нин Ци был шокирован. Он быстро поднял женщину и побежал. За дракона можно было получить ему наград как опыта, так и предметов. Где он? Огромный дракон, который, как он понял, мог прогнать. Такое количество людей определенно не был раненым драконом. Однажды ему посчастливилось встретить таких, которые не могли двигаться. Поэтому он мог только бежать. Дальше он будет действовать по обстоятельствам. Позади бесчисленных людей шел огромный черный дракон с насмешливым взглядом. Время от времени Нин Ци поворачивал голову, чтобы получить информацию о нем. Черный огненный дракон. Класс Босс. Пять Гуранга. Очки здоровья. 200-0-0-0. К счастью, это всего лишь гигантский дракон пять Гуранга. У меня все еще есть шанс, но количество здоровья, которое у меня есть, слишком маленькое. У пика боевого короля было около 20-0-0-0 здоровья, а у него более 200-0-0-0. Кожа гигантского дракона была грубой и толстой, его защита была очень высокой, поэтому даже боевой король, находившийся на том же уровне, что и дракон, не смог бы победить его, но у Нин Ци есть особая Ци, которая игнорировала любую защиту. Поэтому, когда он станет сильнее, даже дракон с миллионом очков здоровья умрет от его руки. Появление черного огненного дракона оказалось очень страшным. От его головы до кончика хвоста горели более 100 черных огней. Черный огонь был на 98-м месте в рейтинге небесного пламени, его температура была чрезвычайно высокой. Вонючая слюна дракона капала изо рта, он изрыгал пламя, из-за чего некоторые люди, которые не успевали вовремя увернуться, превращались в пепел. Когда дракон увидел эту сцену, он радостно заревел, поскольку он наслаждался резней. Дракон Цин Цюань стояла на склоне горы и с несколько фанатичным взглядом смотрела на черного огненного дракона. Не только она, Цин Лун, Ца Чжин, Кун Тин Ци, Луна У Тянь, Нин Янь, Нань Гун Юнь Ю, и другие. Все смотрели на него и чем дольше, тем страшнее он становился. Но для большинства из них убийство дракона было главной целью в их жизни. Но шанс встретить дракона было большой редкостью, кто бы мог подумать, что они встретят дракона в лесу Тиньфын. Девятый принц, черный огненный дракон 5 Гуранга вторгся в лес Тиньфын и преследует участников соревнования. Охранник сообщил Цинин Дин. Цинин Дин, который медитировал, внезапно открыл глаза. Выражение его лица было в приподнятом настроении. Что? Ты говоришь правду? Информация точна? Абсолютно. Ваш подчиненный все разузнал и сразу же вернулся, чтобы доложить. Пойдем убивать драконов. Цинин Дин засмеялся и встал, клан дракона. За 400 лет, прошедших с момента основания империи Циньтан, было всего двое убийц драконов уровня боевого императора. Возможно, сегодня он сможет стать третьим убийцей драконов. Если бы это стало правдой, его имя было бы известно даже за пределами империи Циньтан. Шиньту – это черный огненный дракон. Нин Хунду смотрел на огромную фигуру пылким взглядом. Шиньту Фин был таким же, как он. Кто не хотел получить титул убийцы драконов? Если бы он получил его, куда бы он ни пошел, его будут уважать. Когда Циньсюань и другие собрались, черный огненный дракон, который развлекался с добычей, стал немного бдительным. Но все же они все для него были словно муравьи и не представляли никакой угрозы. Глава 25. Сражение с драконом Черный дракон – умри. Раздался громкий крик, когда четыре боевых короля окружили черного огненного дракона. Увидев их четверых, взгляд черного огненного дракона стал серьезным. Циньтан приземлился рядом с Циньсюань. Мы объединим усилия и убьем его, сказал Циньиндин. Циньсюань слегка улыбнулась. Я готова попробовать. Циньлун кивнул, показывая свое согласие. Хуан Фута и остальные посмотрели друг на друга, приняв решение. Хотя он не сказал этого вслух. Все знали, что если они будут работать вместе, чтобы убить дракона, только последний человек, нанесший смертельный удар дракону, получит титул убийцы драконов. Остальные будут там для массовки. Черный огненный дракон сузил глаза и поднял голову, бросая взгляд на четырех боевых королей. После этого из его горла донесся громкий грохочущий звук, похожий на раскат грома. Боевые короли четыре гуранга и вы посмели появиться передо мной? Я помню, тут рядом есть империя Циньтан. Кажется, что все в этой стране очень высокомерны. Этот огромный дракон может говорить. Ученик маленького клана сказал стоя в оцепенении. Человек рядом с ним презрительно посмотрел на него. Драконы могут говорить на человеческом языке, но о нас они ничего не знают. Многие здесь впервые увидели дракона наяву. Они были в ужасе, но они также были очень взволнованы. Особенно глядя на позиции четырех боевых королей, было очевидно, что девятый принц планировал убить дракона. Это была охота на дракона. Как боевые мастера, даже если они не могли помочь, пока они могут поучаствовать в этой битве, для них это было бы редким достижением, известным на сто лет. Все больше и больше учеников бросались вперед. Нинцы нес женщину и убежал так далеко, как мог. Наконец он положил ее на землю, а затем взобрался на дерево, чтобы понаблюдать за ситуацией. В это время четыре боевых короля уже сражались с черной огненным драконом, но силы были не равны. Дракон, казалось, дразнил их как детей, иногда выплевывая пламя и бил хвостом. Он не использовал свою истинную силу, поэтому четыре охранника пока еще были живы. Цининдин сделал свой ход, хотя он был только духовным мастером один гуранга. Он тренировал технику земного ранга среднего класса, принадлежащая императорской семье. В его руках внезапно появился слабый фиолетовый светлый меч, после он поджидает момент нанести удар в живот черного огненного дракона. Момент не заставил себя долго ждать. Острый меч ци зашел на три дюйма в живот черного огненного дракона. А этот проклятый муравей, черный огненный дракон был в ярости, его хвост понесся к Цининдин. Цининдин усмехнулся и, слегка наклонившись, он увернулся от атаки. Четыре боевых короля снова атаковали, давая Цининдину шанс для новой атаки. Цинсюань также сделала свой ход. Двойные божественные мечи. Ее две руки образовали знак меча, а темно-голубая боевая ци сформировала иллюзорное изображение, которое медленно появлялось в воздухе. Это иллюзорное изображение было похоже на два древних меча, которые соединились и выстрелил в сторону дракона. Это боевой навык темного ранга секты Синего Тумана. Такая сильная. После атаки Цининдин удар Цинсюань также поразил свою цель. По крайней мере, они пробили защиту Черного Огненного Дракона и ранили его живот. Вместе с двумя лидерами, Цинь Лун, Хуан Фута и остальные также сделали свои ходы. Будьте вы прокляты, муравьи! Черный Огненный Дракон рассердился и, наконец, использовал свою истинную силу. Четыре боевых короля были мгновенно сметены хвостом. От такого Цининдин был на мгновение ошеломлен, а затем он немедленно отступил. О, нет, я недооценил его. Хотя этот Черный Огненный Дракон находится на пятом ранге, весьма вероятно, что он уже на пике пятого ранга. Лицо Цининдин изменилось, его сердце наполнилось сожалением. Ах, один из атакующих не смог вовремя увернуться. Изначально он хотел воспользоваться хаосом, чтобы атаковать Черного Огненного Дракона, в результате остался без руки. Девятый принц, вы все отступайте первыми. Мы четверо остановим его. Охранники взревели и устремились к Черному Огненному Дракону. Эх, кажется, этот шанс я упущу. Нинцы нахмурился, на его лице появилось разочарование. Казалось, он не преуспеет на этот раз. А где я? Женщина медленно проснулась. Нинцы посмотрел вниз и сказал улыбаясь. Вы находитесь в желудке Черного Огненного Дракона. Ах. Она закричала, а затем поняла, что она не была в животе Дракона, и вздохнула с облегчением. Она подняла голову и посмотрела на Нинцы. Молодой мастер Нин, ты был тем, кто спас меня. Нинцы. Ну да. Женщина с благодарностью сказала. Спасибо, молодой мастер Нин, за то, что спас меня. Раньше я думал, что вы плохой человек, но теперь я чувствую, что вас неправильно обвинили, и мой брат также оставил отпечаток на контракте. Когда я вернусь в клан, он обязательно отменит его. Разве эта девушка не слишком наивна? Нинцы хмыкнул в своем сердце. На земле было не так просто расторгнуть договор. В этом мире к договорам относились еще более серьезно. Независимо от того, какая из сторон предложила расторгнуть договор, все они будут считаться трусами. Если она скажет об этом своему брату, взамен она получит только нагоняй. Нет необходимости отменять договор. Просто скажи своему брату не приходить. Нинцы рассмеялся. Женщина кивнула. Хорошо. Затем она услышала рев дракона. Она также поднялась на вершину дерева, чтобы понаблюдать за ситуацией, но единственное место, где можно было наблюдать за битвой, было место, где стоял Нинцы. Ая, они не могут победить. Когда женщина увидела, что четыре боевых короля были подавлены черным огненным драконом, она не смогла сдержать крик. Как тебя зовут? Из какой ты семьи? Нинцы спросил. Что? О, меня зовут Тун Инкун. Мой отец, Тун Гуань, генерал подразделения столицы Цзинчин. Она не ожидала, именно сейчас Нинцы на самом деле спросит ее имя, вместо того, чтобы обсуждать с ней ситуацию, в результате чего ее лицо стало слегка красным. Генерал подразделения столицы. Разве у идиота Ниньяна не такая же должность? Нинцы с любопытством спросил. На каком уровне твой брат? Сколько человек здесь из твоей семьи? Тун участвует в дни охоты. Тун Инкун, мой брат, боевой мастер три Гуранга. Только мой брат и я участвуем в турнире. Как он посмел оставить свой отпечаток? Нинцы презрительно сжал губы. Кажется ее брат не был тем, кто любит соваться всюду куда не следует, а был просто глупцом с горячей головой. В этот момент ситуация сражения внезапно изменилась, Тун Инкун не смогла удержаться, и крепко взялась за руку Нинцы. Волосы Цининдин были в беспорядке. Цин Лун не был теперь таким спокойным, у него на груди была рана, а остальные также были в плачевном состоянии. К счастью, они были еще живы, но один из боевых королей испустил ужасный крик и его поглотил черный огненный дракон. Девятый принц. Уходите. Голос охранника перед его смертью, казалось, все еще звучали в его ушах. Цининдин взревел. Все, не дайте ему умереть напрасно, отступайте. Злое существо, как ты смеешь себя вести так самонадеянно в моей империи Циньтан? В этот момент прозвучал громкий голос. Глава 26. Мольба о пощаде Нинцы был шокирован. Разве это не голос старого предка? Почему он здесь? Невзрачная фигура летела по небу, неся за собой темно-фиолетовую ауру боевой императора Дин Гуранга. Черный огненный дракон ухмыльнулся и взмахнул крыльями, уклоняясь от атаки старого предка. У трех тяжело раненых охранников появился шанс, и они покинули зону атак черного огненного дракона и встали рядом с Цининдин. Старый маркиз, мы спасены. Нет, сейчас все по-другому. Старый чемпион, боевой император Один Гуранга, наша империя Циньтан может получить третьего убийцу драконов. За старым предком следовал Нин Хун Тянь, а все остальные пошли к Цининдин. Вы пришли вовремя. Цининдин вздохнул и сказал. Нин Хун Тянь поклонился и сказал. Я напугал девятого принца. Шин Ту Ян Ер и первая леди смотрели вокруг, как будто они искали нинцы. В это время Нин Ян подошел к семье Нин. Отец Нин Хун Тянь посмотрел на него, видя, что он не пострадал. Он кивнул и похлопал его по плечу. В этот момент дети семьи Нин были несравненно гордыми. В этом кризисе их старый предок спас всех. Посмотрим теперь, кто посмеет смотреть свысока на семью Нин. Первая леди посмотрела на Нин Яна. Нин Ян слегка покачал головой, и выражение лица первой леди сразу стало мрачным. В воздухе дракон больше не был таким спокойным, как прежде. В конце концов, его уровень совершенствования был на один уровень ниже, чем у старого предка, но причина, по которой он не ушел, была проста. Он был драконом, а раса драконов никогда не убегает. Старый ублюдок. Прошло столько лет с тех пор, как я обедал боевым императором, поэтому я решил полакомиться тобой. Черный огненный дракон атаковал старого предка. Старик ухмыльнулся и увернулся, появившись позади черного огненного дракона. Затем он схватил хвост дракона руками и швырнул его в гору. Бам! Дракон врезался в гору. Все воодушевились. Однако вскоре после этого черный дракон издал яростный рев и вылетел из дыры в горе. Молодой мастер Нин – это старый чемпион. Тунын Кун эмоционально сжала руку Нинцы. Нинцы. Конечно, я знаю. Только после того, как пришел старый предок, здоровье черного огненного дракона действительно стало снижаться. Тем не менее, он не потерял слишком много, поскольку у него было чуть более 190 000 очков здоровья. Давайте пойдем и поможем. Тунын Кун сказала. Если ты боевой мастер один Гуранга пойдешь туда, как ты думаешь, ты будешь помогать или мешать? Оставайся здесь и действуй только когда у тебя появится возможность. Нинцы не мог не преподать Тунын Кун урок. Тунын Кун открыла рот, но не смогла опровергнуть его слова и могла лишь уныло пробормотать. Два часа спустя битва достигла своего апогея. Дракон постепенно терял свое преимущество, его здоровье упало до 130 000, но старый предок также был ранен. Увидев это, Нин Хун Тянь призвал трех выживших охранников сдерживать дракона, давая старому предку возможность атаковать. Бесстыдный муравей. Дракон прорычал, яростно взмахнул хвостом и решил убежать. Он знал, что, если он продолжит сражаться и появится еще один боевой император, то он окажется в затруднительном положении. Этот паршивец хочет сбежать. Взгляд старого предка стал холодным. Несмотря ни на что, он должен убить его. Это было чрезвычайно важно для дома чемпиона. Ха-ха-ха. Черный огненный дракон 5 Гуранга. Фигура прилетела на большой скорости, блокируя путь дракону. Этот человек был ростом 9 футов, был худым и имел светло-желтую кожу. Его глубокие глазницы и длинный крючковатый нос придавали ему пугающий вид. Защитник наследного принца, Цаадин Лун. Цаадин радостно воскликнул. Дедушка. Взгляд старого предка слегка изменился. Старик, почему ты тоже пришел? Цаадин Лун засмеялся. Ты же пришел, почему я не могу? Глаза черного огненного дракона слегка сузились. Боевой император Три Гуранга, несмотря на свой бесстрашный взгляд, он думал как ему сбежать. Если он не ранит их, он не сможет уйти. Лицо Нинхун Теня изменилось. Почему защитник наследного принца здесь, так жаль. Если бы он не пришел, старый предок определенно взял бы титул убийцы драконов. Но теперь все изменилось. Чемпион Хау. Объединимся. Цаадин Лун засмеялся. Я уже не чемпион. Старый предок напомнил ему, после сказал. Давай разберемся с этим. Мы можем поговорить позже. Хорошо. Они объединились и сразу же напали на черного огненного дракона. Дракон взревел. Бесстыдники. Сколько бы он их не проклинал, они делали вид, что не слышат. Через час количество ран на теле черного огненного дракона увеличилось до ста. Отличная работа. Нинца счастливо махнул кулаком. Тунын Кун тоже была очень счастлива. Однако ее счастье явно было не такое, как у Нинцы. У черного огненного дракона осталось 30 000 очков здоровья. Пришло мое время. За то время, которое потребовалось, чтобы заварить чашку чая, черный огненный дракон с треском врезался в землю, и из всех ран потекла черная кровь. Он изо всех сил пытался взлететь снова, но старый предок и Цаадин Лун уже переломали ему все крылья. Если вы посмеете убить меня, мой отец точно вас не отпустит, сказал черный огненный дракон. На лице Цаадин Луна отразилась насмешка. Твой отец всего лишь дракон 6 Гуранга, если он осмелится прийти, моя империя Циньтан примет его. Но черный огненный дракон начал смеяться. Мой отец из горного моря. Могущественный король драконов 7 Гуранга. Выражение лица у всех изменилось. Старый предок усмехнулся. Я не верю ни единому слову, твоего клана драконов. Он проигнорировал его и спросил Цаадин Луну. Старик, говори, как мы его разделим. Цаадин Лун засмеялся. Конечно, я должен его убить. В конце концов, мое совершенствование выше, чем твое. Охранник уровня боевого короля на мгновение заколебался, но все же встал и сказал. Я думаю, что это должен быть девятый принц. Он первый начал сражения. На лице Циньдин появилась улыбка. Он не согласился и не отказался. Все присутствующие поняли, что черный огненный дракон теперь был просто куском мяса на разделочной доске, желанным тремя сторонами. Сторона девятого принца пользовалась преимуществом благородного рода, в то время как старый герцог-защитник наследного принца Цаадин Лун пользовался преимуществом высокого уровня совершенствования, который, казалось, мог стоять на вершине власти. Мой отец действительно из горного моря. Как ты смеешь говорить о том, чтобы убить меня? Это преступление, которое нельзя простить. Однако, если вы меня отпустите, я забуду прошлые обиды. Куча муравьев. Черный огненный дракон взревел. Глава 27. Тройное повышение Нинхун Тянь холодно рассмеялся. Ваш клан драконов все лгуны, вы настолько жестоки и коварны, почему ты продолжаешь врать? Если твой отец действительно король драконов, почему ты всего лишь дракон пять гуранга? Ну и шутка. Не обращай внимания. Цаадин Лун холодно посмотрел на черного огненного дракона. Смерть не за горами, почему бы не сохранить силы? Старый дурак, я тебя проглочу живьем. Я тебя проглочу живьем. Голова черного огненного дракона внезапно пошевелилась, как будто он собирался проглотить Цаадин Лун целиком. Старый предок сказал, я боюсь, что кто-то решил украсть его у нас. Наследный принц не устанавливал же тут правил, мы можем как-то посоревноваться. Цаадин Лун слегка улыбнулся. Хорошо. Обе стороны не стали обращать внимание на слова охранника Цининдин. После они действительно начали сражаться. Именно тогда Нин Ци уже пробралась к передней части группы. Используя Тунын Кун в качестве прикрытия, основное внимание людей было сосредоточено на Цаадин Луне и старом предке, поэтому никто не заметил присутствие Нин Ци. Оставайся здесь, не двигайся. Нин Ци сказал тихим голосом. Тунын Кун кивнула. Она собиралась что-то спросить, но увидев серьезное лицо Нин Ци, она была шокирована и не смела говорить. У меня только один шанс. Когда все были сосредоточены на стариках, Нин Ци, как молния, двинулся к черному огненному дракону, изо всех сил активировав 18 ладоней дракона. 18 ладоней дракона. Драконы взревел. Сначала три серебряных дракона вылетели из его ладоней, а затем слились вместе, образуя гигантскую тень дракона. В это время два сражающихся боевых императора увидели изображение серебряного дракона и сразу испугались. Чувство, которое этот демонический зверь принес, было непостижимым. Боюсь, он уже превзошел шестой ранг. Образ дракона, образованный 18 ладонями дракона, был изображением восточного божественного дракона. Естественно, они не могли этого знать, поэтому они подумали, что это был кто-то из клана драконов. Как он здесь появился? У расы драконов всегда междоусобицы. Есть ли сейчас какие-то серьезные изменения у драконов? Старый мастер и Цаадин Лун были из Даухуанга и слышали некоторые слухи. Они также знали гораздо больше о расе драконов, чем обычные люди, и между тремя великими расами драконов на континенте дракона часто происходили битвы. Перед лицом такой ситуации двое не смели действовать опрометчиво. Когда черный огненный дракон увидел эту тень, он подумал, что это эксперт из расы драконов. Сначала его это шокировало. Он не знал, какой из врагов пришел, чтобы найти его, а когда он понял, что это был всего лишь остаточный образ, он почувствовал презрение. Вы хотите победить меня остаточным изображением? Дракон холодно рассмеялся. Он открыл пасть и использовал последнюю часть своей силы, чтобы извергнуть дыхание дракона. Когда его дыхание дракона столкнулось с остаточной тенью, она была мгновенно уничтожена, но остаточная тень все же ударилась об тело черного огненного дракона. День. Когда система обнаружит кого-то из расы драконов, сила боевойцы и убийцы драконов удвоится. День. Система обнаружила, что оставшиеся очки здоровья цели составляют менее 10%. Активируется сила убивающая драконов. Любой дракон, у которого меньше 10% здоровья, будет немедленно убит. Черный огненный дракон внезапно начал издавать звуки, как будто он вот-вот взорвется. Что это за сила? Почему она такая мощная? Я из расы драконов. Раса драконов. Раса драконов самая благородная родословная на всем континенте. Внезапно черный огненный дракон что-то вспомнил. Это был не дракон. Да. Это боевая ци убийц драконов. Почему появилась такая небесная боевая ци? Я отказываюсь принимать это. Я не могу принять это. Издав последний рев тела черного огненного призрачного дракона взорвалось на куски. День. Поздравляем хозяина с убийством босса 5 гуранга, черного огненного дракона. Поскольку хозяин нанес урона только на 1 десятую от общего количества здоровья дракона, очки опыта будут уменьшены в 2 раза. Из-за того, что хозяин меньше уровнем, чем черный огненный дракон, опыт увеличен в 5 раз. Поздравляем хозяина с получением 1 000 000 очков опыта. День. Поздравляем хозяина с повышением. День. Поздравляем хозяина с повышением. День. Поздравляем хозяина с повышением. Поздравляю хозяина с повышением на 3 ранга, вы стали пиковым боевым мастером. У вас все еще осталось 600 000 опыта. Если вы хотите прорваться к великому мастеру, пожалуйста, выполните миссию продвижения. Чтобы узнать подробности, нажмите на детали миссии. День. День. Поздравляем хозяина с получением 500 монет дракона. День. Поздравляем хозяина с получением набора с игрой. Пожалуйста, откройте его в течение 24 часов. Опыт полученный в этот раз был намного больше, чем когда он убил дракона 6 горанга. На это повлияло то, что в этот раз Нинцы отнял 10% здоровья у дракона. Также из-за того, что он был ниже уровнем, опыт полученный увеличился в 5 раз. Чудесное чувство повышения в ранге заставило Нинцы слегка прищуриться, также боевая Ци увеличилась в силе в 10 раз. Жаль, что повышение до Великого Мастера потребует от него выполнения какой-то утомительной миссии. Оставшегося опыта скорее всего хватит, чтобы прорваться до 2 горанга Великого Мастера. Сам он также был шокирован силой 18 ладони дракона, особенно когда система определила, что противник имел родословную дракона. Увеличение силы его Ци и активация силы убивающей дракона, все это удивило его. Черный огненный дракон умер именно так, кто этот парень стоял перед ним где-то я его видел. Я ясно видел, что огромная тень дракона вылетела с его ладони. Ученик семьи Лун воскликнул, что Цаадин Лун, который этого не заметил, был очень шокирован, когда услышал это. Он тщательно вспомнил детали, и выражение его лица стало ужасно мрачным. Ублюдок. Первая леди нахмурилась. Нин Ци, Нин Янь был шокирован. Это он, Хуан Фу Та и остальные крепко сжали кулаки, не в силах скрыть гнев в своих сердцах. Как это возможно? Цин Цю Янь была шокирована. Этот ублюдок на самом деле не умер. Нин Хунду, двоюродный брат, чем вы черт возьми занимаетесь? Шэнь Ту Ян Ер безумно закричала в своем сердце, что произошло с кровавой сектой. Шэнь Ту Фин ошеломленный взглянул на Нин Ци, который по идее должен быть мертв. Нин Хунду насмешливо посмотрел на него. Шэнь Ту, значит, этот ребенок не мертв. Черный огненный дракон был на самом деле убит боевым мастером? Боевой мастер-убийца драконов? Ха-ха-ха. Цин Ин Дин насмешливо засмеялся. Девятый принц, ты хочешь, чтобы я убил его, сказал. Охранник рядом с ним. Нет нужды. Цин Ин Дин махнул рукой. О, боже, наша империя Цинь Тан собирается обзавестись боевым мастером-убийцой драконов? Это слишком смешно. Так гораздо интереснее и новее, чем раньше. Дом чемпиона станет знаменитым. Ту Нин Кун уставилась на Нин Ци в шоке. Она никогда не думала, что Нин Ци воспользуется шансом и убьет черного огненного дракона. В этот момент все были в шоке. Никто не мог понять, как боевой мастер смог пробить защиту гигантского дракона 5 Гуранга. Глава 28. Коронованной зеленой шляпой Нин Хун Ду Паганец. Ца Дин Лун взревел. Титул убийца драконов забрали просто так. Затем, разъяренный, он ударил ладонью в Нин Ци. Однако его ладонь была заблокирована старым предком. Старый предок сказал. Успокойся. Ца Дин Лун холодным голосом спросил. Является ли этот ребенок членов вашего дома чемпиона? По одежде, которую носил Нин Ци, он смог распознать, откуда он был. Старый предок кивнул. Так и есть. Ца Дин Лун холодно рассмеялся. Какой хороший ход. Я никогда бы не подумал, что твой дом чемпиона будет таким подлым. Старый предок. Скорее убейте этого паршивца. Шэнь Ту Ян Ер внезапно выбежала и крикнула, указывая на Нин Ци. Первая леди успела удержать ее. Сестра. Старый предок пришел сегодня в Лестин Фын, чтобы разобраться с этим маленьким ублюдком. Не волнуйтесь. Он знает, как решить эту проблему. Лицо Нин Яна показало след счастья. Похоже, что доказательства все же нашли. Ему было любопытно, почему старый предок лично пришел в Лестин Фын, но теперь понятно зачем он пришел наказать Нин Ци. Эта новость мгновенно ослабила его ревность по поводу того, что Нин Ци получит титул убийца драконов. Хэм, кажется, сейчас будет на что посмотреть. Улыбка появилась у всех на лице. Ца Дин Лун. Итак, вы здесь, чтобы позаботиться о делах своей семьи, пожалуйста, продолжайте, но после я хотел бы узнать, как дом чемпиона расплатится со мной за это дело. Старый предок холодно посмотрел на Нин Ци, его глаза вспыхнули от удивления. Пик боевого мастера. С такой скоростью он станет по крайней мере боевым королем в будущем. Как жаль. Он вздохнул в своем сердце. Старый предок холодно сказал. Я еще раз спрошу тебя, ты был тем, кто убил Нин Луна? Нин Ци проснулся от прекрасного чувства прорыва и услышал вопрос старика. Он посмотрел на Шэнь Туян Йер и слегка улыбнулся. Да, я убил Нин Луна. Такое чистое признание вызвало огромный шум. Похоже, через полгода не будет битвы. Рот Хуан Фута изогнулся в улыбке. Ублюдок, ты наконец признаешь, что убили моего Луна? Нин Хунду последовал за Шэнь Туфеном и вышел из толпы, стоя рядом с Шэнь Туян Йер. Так вы тоже здесь, ребята. Ха-ха-ха. Нин Ци засмеялся в его сердце. В это время ладонь старого предка уже сжала плотную темно-фиолетовую Ци. Было очевидно, что он планировал убить Нин Ци одним ударом. Старый предок, пожалуйста, подожди. Нин Ци улыбался ему. Старый предок нахмурился. Боевая Ци на его руки немного рассеялась. Тебе есть что сказать перед смертью? Нин Ци сказал ясным голосом. Несмотря на то, что я убил Нин Луна, я не нарушал законов клана. Благодаря совершенствованию каждый мог ясно слышать его голос. Убил Нин Луна, но не нарушил законов клана. Что это значит? Когда вышли эти слова, цвет лица Шэнь Туян Йер и Шэнь Туфына сразу изменились. Нин Хун Тянь громко выругался. Ты, незаконнорожденный сын, я убью тебя своими руками. Старый предок уставился на него, затем торжественно посмотрел на Нин Ци. Что ты имеешь в виду? Нин Ци немного посмеялся, затем указал на Нин Хунду и сказал. Потому что Нин Лун не сын седьмого дяди. Не сын Нин Хунду. Чей он сын? Нин Лун мертв, а ты решил оклеветать его. Его сердце заслуживает смерти. Сказал Нин Ян сердито. Нин Хунду увидел бесчисленные пары глаз, смотрящих на него, сразу же смутился и пришел в ярость. Он взревел. Что ты имеешь в виду? Старшая сестра, этот зверь хочет оскорбить меня перед смертью. Шэнь Туян Йер бросилась в объятия первой леди, горько рыдая. Первая леди сразу же стала успокаивать ее, а затем холодно посмотрела на Нин Ци. Неважно, сколько глупости ты говоришь, ты не сможешь избежать смерти сегодня. Ученики семьи Нин также начали осуждать Нин Ци. Только старый предок молчал. Ты сказал, что Нин Лун не сын нашего седьмого дяди, но у тебя есть какие-либо доказательства? Спросил старый предок. Нин Ци покачал головой. Доказательств нет. Шэнь Туфен вздохнул с облегчением. Холодный пот на лбу мгновенно испарился его боевой Ци. Блин, откуда он узнал этот секрет? Ты смеешь оскорблять своего седьмого дядю перед столькими людьми, не имея доказательств. Я должен был убить тебя, когда ты родился. Нин Хунтянь кричал в гневе. Нин Ци холодно рассмеялся. Хотя у меня нет доказательств. Я знаю, кто биологический отец Нин Луна. Более того, он прямо здесь. С этими словами все мгновенно разразились шумом. Колени Шэнь Туфена ослабли, и он почти потерял равновесие. Что? Может он бреди? Поспеши и скажите мне, кто биологический отец Нин Луна. Нин Ци улыбнулся и посмотрела на Нин Хунтяня. Мгновенно ситуация стала очень странной. Лицо Нина Хунтяня слегка изменилось. Ты, зверь, хочешь подставить меня? Так этот паренек хочет утащить его с собой, прежде чем он умрет. Шэнь Туфен вздохнул с облегчением, его спина была покрыта холодным потом от страха. Нин Ци холодно рассмеялась. А чем ты беспокоишься? Чего боишься? Я о тебе что ли говорю? Внимание! Самый захватывающий поворот событий в истории вот-вот начнется. Отец Нин Лунаон вытянул палец и сделал полный круг, после чего остановился на Шэнь Туфине. Это он. Шэнь Туфин. Он действительно знает, как он узнал. Шэнь Туфин быстро скрыл свой страх и панику, яростно глядя на Нин Ци. Маленький ублюдок, ты на самом деле смеешь извергать такую ерунду? Хочешь оклеветать меня? Старый предок, пожалуйста, помоги этой маленькой девочке. Моя репутация была запятнана им. Луньер родился от Хунду и меня. Если я говорю неправду, пусть упадут небеса. Нин Хунду поспешно помог ей подняться. Не волнуйтесь, мадам. Истина будет раскрыта. Никто не поверит этой чепухе. Независимо от того, что они говорили о Нин Ци, он все так же стоял и улыбался. Он был полон уверенности, что заставило некоторых учеников из семьи Нин задуматься. Некоторые из них даже вспомнил, как Нин Лун выглядел и сравнивали его с Шэнь Туфином, и почему им казалось, что он действительно был немного похож на него. Тем не менее, Шэнь Туфин был кузеном Нин Луна и у них были одни корни. Ци Нин Дин кашлянул и сказал. На самом деле, если вы хотите узнать, являются ли слова Нин Ци истинными или ложными, это очень просто, нужно проверить кровь. Есть такой вид травы под названием трава пульса. Она имеет несколько ветвей и листьев. Есть капнуть кровь на ее лист, то он поменяется в цвете. После чего листья этой травы будут принимать только ту же кровь и окрашиваться в тот же цвет. В противном случае цвет листьев изменится. Для обычных людей достать ее будет очень сложно. Но у присутствующих кланов я думаю, что она найдется. Старый предок кивнул. В это время первая леди сказала. Старый предок, мы не можем этого сделать. Только из-за слов этого ублюдка заставить седьмого дядюшку и невестку подвергнуться такому унижению. Шэнь Туяньер стал рыдать еще громче. Глава 29. Сильный удар духовного мастера Шэнь Туфен сделал вид рассерженного и будто задрожал, и сказал. Я никогда не приму это. Это оскорбление моей семьи Шэнь Ту. Оскорбление духовного мастера Один Гуранга, как я. Хлоп, хлоп, хлоп. Нин Ци хлопнул в ладоши и засмеялся. Хорошее выступление, хорошая актерская игра. Но я скажу это еще раз. Вы, отец Нин Луна, если ты не пройдешь проверку на траве пульса, что потом о тебе подумают. Ты хочешь, чтобы мой седьмой дядя носил зеленую шляпу? Уместно ли это для моего дома чемпиона? Как член дома чемпиона, должен ли я терпеть это? Нин Хун Тянь сердито сказал. С каких это пор ты получил право представлять мой дом чемпиона? Нин Хунду не мог дождаться, чтобы съесть плоти кровь Нин Ци. Он посмотрел на него злобными глазами. Старый предок, пожалуйста, позвольте мне лично убить этого дьявольское порождение, чтобы излить ненависть в своем сердце. Все вы, замолчите, крикнул старый предок. Атмосфера сразу стала спокойной. Ца Дин Лун хмыкнул, в его глазах появился след злорадства. Старый мастер, если бы я убил ублюдка, который не имеет отношения к семье, то я не только не был бы виноватым, я бы даже получить одобрение. Нин Ци посмотрел на старого предка, его глаза были чрезвычайно решительными, без следа страха. Старый предок тихим голосом сказал. Есть у кого эта трава? Пожалуйста, одолжите ее мне. Старый предок Шэнь Ту Ян Ер хотела остановить его, но старый предок полностью проигнорировал ее. Шэнь Ту Фен увидел, что ситуация складывается для него неблагоприятно, и его лицо сразу побледнело. Он огляделся по сторонам и хотел найти выход. Я, я одолжу, зазвучал. Слабый голос. Все посмотрели, и лицо Ту Нин Кун сразу стало ярко красным. Она собралась с духом и вытащила из-за пазухи травяную жилку с тремя листьями. Я нашла ее в лесу Тинь Фен несколько дней назад. Я хотела продать ее за две тысячи серебряных, но я одолжу ее старому чемпиону. Сказала Ту Нин Кун. Ай, сестра, почему ты вмешиваешься в это дело? Когда молодой человек увидел Ту Нин Кун, выражение его лица стало уродливым. Старый предок подошел к Ту Нин Кун, взял траву и сказал. Не забудь прийти в мой дом чемпиона, я дам тебе десять тысяч серебряных. Ту Нин Кун была в восторге. Спасибо, спасибо. Уголок рта Нин Ци заиграл улыбкой. Эта девушка. Ублюдок. Отдай мне свою жизнь. Шень Ту Фен внезапно появился перед Нин Ци, отчаянно используя мантру яростного пламени и выпустил самую мощную технику. Ладонь семи демонов. Светло-фиолетовая цивращающаяся вокруг ладони ударила в голову Нин Ци. Он все обдумал, у него был единственный шанс убить Нин Ци. Если Нин Ци умрет, не будет надобности проверять его родословную. Таким образом, когда старый предок пошел за травой, он решил действовать. Увидев положение Нин Ци, который должен умереть от его удара, Шень Ту Фен показал зловещую улыбку. 18. Ладони дракона. Руки Нин Ци поднялись вверх и столкнулись с ладонью Шень Ту Фена. Аура пика духовного мастера взорвалась. Серебряные драконы образовали защитную оболочку и напрямую заблокировали 70% силы атаки Шень Ту Фена. После чего Нин Ци отступить на несколько шагов, его спина ударилась в труп черного огненного дракона, из которого потекла кровь. Нин Ци потеряла более тысячи очков здоровья, но для Нин Ци, у которого было более 10 тысяч очков здоровья, это был словно съесть кусок пирога. Нет, он не умер. Шень Ту Фен был ошеломлен, после чего его ударил старый предок, который бросился на него. Все были в шоке от этой сцены. Он пиковый боевой мастер. Как это возможно, было не так много кто знал о предыдущем уровне совершенствования Нин Ци, и среди них были только члены семьи Нин, семьи Лун, Цин Сюань, Наньгун Юнью и небольшая группа людей. Самым шокирующим было то, что боевой мастер действительно мог сдержать ладонь духовного мастера и не умереть. Они никогда не видели никого, кто мог бы сделать это. Разница была целых два уровня. Они не знали, как Нин Ци использовал 18 ладоней дракона, чтобы нейтрализовать 70% разрушительной силы ладоней семи демонов. Он все же потерял более тысячи очков здоровья. Это значение было максимальным для обычного пикового боевого мастера, поэтому, если бы на месте Нин Ци был кто-то другой, он был бы убит на месте. Ничего еще не известно, но вы уже чувствуете вину? Старый предок холодно посмотрел на Шэнь Туфена. Прямо сейчас все наполовину верили и наполовину сомневались в словах Нин Ци. Ученики семьи Нин посмотрели на Нин Хунду и Шэнь Туян Ер со странным выражением лица. Даже сам Нин Хунду чувствовал след сомнения. Я не виновна, ты должен верить мне, Хунду. Шэнь Туян Ер тянула Нин Хунду и плакала. Нин Хунду стал успокаивать ее. Я верю тебе. Лун Ер мертв и от него ничего не осталось, как мы собираемся проверить родство. Внезапно напомнила всем первая леди. Шэнь Туфен вернулся обратно, ему вдруг захотелось дать себе пощечину. Правильно, тело Нин Луна было изрублено, как они собирались проверять родословную. Без трупа нельзя было взять кровь. Он высокомерно засмеялся, встав с большим трудом и сказал старому предку. Старый предок, сердце этого ребенка ужасное. Я просто не мог вынести того, как он оскорблял меня, поэтому я потерял голову. Пожалуйста, прости меня. Его тон был спокоен. Цэн Сюань улыбнулась и сказал девятому принцу, стоящему рядом с ней. Я действительно верю тому, что сказал Нин Ци. Цэнин Дин кивнул. Действительно, но все еще не хватает улик. Клан Шэнь Ту тоже не слаб. Их нельзя оскорблять, если у тебя нет доказательств. Спектакль Шэнь Туфена был действительно слишком коварным. Может быть, потому он чувствовал вину, или эта ситуация так его шокировала, будто он попал из рая в ад, что и вызвало его действия. Лицо Нин Хунду постепенно становилось угрюмым. Он бросил легкий взгляд и увидел, как на лице Шэнь Ту Ян Ер вспыхнул след радости. Нин Хунду сразу почувствовал колющую боль в груди. Он протянул руку, чтобы об что-то упереться, его лицо побледнело. Старый предок посмотрел на гордого Шэнь Туфена и улыбнулся. Кто сказал, что без трупа невозможно проверить родословную? Внезапно горсть красного песка появилась в его руке. Это было выкопано во дворе Нин Ци, и в нем смешалась кровь Нин Луна. Старый предок усмехнулся. Применив силу темно-пурпурной боевой Ци, песок превратился в пыль, а кровь, которая была, превратилась в кровавый туман. Затем старый предок взмахнул, и кровавый туман сгустился, в конце концов превратившись в каплю крови. Он капнул кровь на ветку травы, и одно из листьев стало голубым. Два других были светло-зелеными, как и раньше. Подойди. Старый предок сказал Шэнь Туфену, который был похож на ошарашенную курицу. Шэнь Туфен неожиданно обернулся и побежал. Нет, я, достопочтенный духовный мастер Один Гуранга, никогда не буду унижаться подобным образом. Но в следующий момент он был схвачен старым предком. Глава 30. Меч убийцы драконов видя, что выхода из положения нет Шэнь Туфен внезапно опустился на колени. Я был неправ, меня не должна была соблазнять моя двоюродная сестра, я подвел дом чемпиона, пожалуйста, пощадите мою жизнь. То, что сказал Нин Ци, было правдой. Это действительно он. Мдам, какой скандал. Старый предок холодно посмотрел на Шэнь Туян Йер. А тебе, есть что еще сказать? Шэнь Туян Йер лежала словно булыжник, не говоря ни слова. Лицо Нин Хунду менялось с зеленого на белое, а затем покраснело и его вырвало кровью. Седьмой брат. Брат. Нин Хун Тяне другие братья немедленно пошли, чтобы поддержать его. Я в порядке. Нин Хунду махнул руками с мрачным выражением лица. День. Поскольку ненависть Нин Хунду к хозяину снизилась, миссия отменена. Звук уведомления системы внезапно пришел в голову Нин Ци. Значение ненависти 0. Схватите этих двух прелюбодеев. Старый предок взревел. Эти двое были немедленно связаны членами семьи Нин. Что мне с ними делать? Нин Хун Тянь нахмурился. Старый предок холодно сказал. Отправьте сообщение клану Шиньту, чтобы они забрали их и наказали. Когда Шиньту Фен и Шиньту Ян Ер услышали это, они вздохнули с облегчением. Они все еще могут сохранить себе жизнь. Хорошо, теперь, поскольку правда раскрыта, можно завершить и день охоты. Все, пожалуйста, следуйте за мной обратно в Лиственную долину, чтобы подсчитать результаты. Цинин Дин сказал чистым голосом. Подожди, девятый принц, недовольство между мной и этим стариком не разрешено. Цаадин Лун холодно сказал. Старый предок улыбнулся и указал на Нин Ци. Мой внук убил черного огненного дракона, поэтому он, естественно, боевой мастер-убийца драконов. Труп дракона также должен принадлежать нашему дому. Защитник наследного принца, если вы недовольны, мы можем пойти и обсудить этот вопрос с его величеством. Цаадин взбесился. Бесстыдник. Есть ли у тебя право говорить? Нин Донг посмотрел на Цааджина с насмешкой. Ученики двух семей начали проклинать друг друга. Цаадин Лун холодно рассмеялся, но как только он собирался что-то сказать, он внезапно обнаружил, что труп черного огненного дракона с грохотом превратился в черный туман и рассеялся в воздухе. В чем дело? Старый предок поднял брови и посмотрел вокруг. Он не ощущал, чтобы кто-то действовал за его спиной, но почему исчез этот огромный драконий труп? Черт возьми! Цаадин Лун зарычал. Он был уверен, что сможет получить хотя бы половину военных трофеев, но богатство, которое вот-вот должно было упасть в его карман, исчезло прямо перед его глазами. Цаадин Дин нахмурился. Я слышал, что некоторые драконы знают секретный метод, позволяющий другим получить их труп после смерти. Это было единственное объяснение, иначе кто сможет украсть труп дракона прямо под носом двух великих боевых императоров? Все вздохнули. Нинцы станет боевым мастером убийцей драконов, но он не получит ничего от трупа дракона. Поскольку все так произошло, нет необходимости бороться за титул. Старшие, пожалуйста, следуйте за мной в Лиственную долину. Цаадин Дин улыбнулся, хотя у нас больше нет трупа дракона, для нашей семьи Цаа было бы огромной потерей, если бы все получил этот ребенок. Цаадин Лун даже на Цаадин Дин не обращал внимания. Лицо Цаадин Дин было уродливым, он развел руками и сказал, вы оба можете решить это сами. Старый предок некоторое время думал, Серебряная жила на горе Юйцуаню окраина Пекина, думаю, что не стоит этого титула. Отец Нин Хун Тянь сразу же немного встревожился, это был главный доход дома чемпиона. Серебряная жила горы Юйцуань. Хе-хе, хотя она не может сравниться с титулом убийцы драконов, это все же лучше, чем ничего. Цаадин Лун слегка улыбнулся. Увидев, что они оба закончили переговоры, все решили следовать за Цаадин Дин в Лиственную долину. Подождите, это Нин Ца сделал. Нань Гун Юню внезапно прошел через толпу, указал на Нин Ца и яростно сказал, он был тем, из-за кого исчез труп дракона. Да, это он. Труп ледяного тигра тоже пропал. Ученики семьи Нань Гун высказывались один за другим. Что за шутка? Он боевой мастер, как он может провернуть такое при всех, ты думаешь, что мы идиоты? Даже если у него вражда с Нин Ца, он же должен иметь хоть каплю мозгов. Это верно, ты думаешь, что мы все дураки? Ты думаешь, мы тут в игрушки играем? Правда, это это он. Лицо Нань Гун Юню потемнело, никто не поверил ему, и все они пошли к Лиственной долине. Нин Хунду подошел к траве на земле и капнул на нее каплю крови. Лист мгновенно стал голубым. Это он был несравненно взбешен, когда Шэнь Ту Ян Ер закричала. Смотрите, у Нин Луна родословная дома чемпиона. Старый мастер холодно рассмеялся. Та кровь была моей. Ты обманул меня. Только тогда Шэнь Ту Фен понял, что старый предок разыграл его. Кровь Нин Луна вообще не сохранилась. Черт возьми, день охоты закончился. На этот раз победителем стал Цинь Лун и дом генерала. Они поймали трех зверей, три гуранга и одного зверя, четыре гуранга и были вполне заслуженными чемпионами. Многие слышали, что император наградил их званием мастер префектуры. День охоты принес с собой уйму новостей прибытие старого чемпиона Хау Цы Цзы. Нин Хунду носил зеленую шляпу и разгневанный тяжело ранил себя. У Шунь Ту Ян Ер и ее двоюродного брата были тайные отношения. Их забрали старейшины клана Шэнь Ту. Они сказали, что обязательно дадут объяснение дому чемпиона. Но все это было пустяком по сравнению тем, что на дне охоты кто-то убил дракона. Это было большой новостью. И тот, кто убил дракона, был тринадцатым сыном чемпиона, тем самым сыном слуги. Жаль, что он не получил труп дракона. В противном случае ему бы хватило быстро продвинуться до уровня духовного мастера. Дом чемпиона, двор нинцы. Предмет божественного уровня, меч убийцы драконов. Незавершенный. Его мощь была огромна, а перед драконом его урон увеличивался вдвое. Единственный нюанс, он был незавершенным. Нужно найти недостающие семь драконьих жемчужин, которые крепились на рукоятке клинка, чтобы раскрыть его истинную силу. Властный большой клинок держал в руки нинцы. На рукоятке клинка было семь маленьких отверстий, которые служили место для тех самых жемчужин. Этот божественный клинок он получил из набора с игрой, который он получил от черного огненного дракона. Нинцы совсем не ожидал такого предмета, и после дико обрадовался. Я никогда бы не подумал, что я на самом деле получу такой меч. Жаль, что он не завершенный. Нинцы пробормотал про себя, чувствуя небольшое сожаление. Система, где я смогу найти эти жемчужины дракона. Есть ли какой-то навигатор или подсказки? Когда хозяин будет находиться в пределах 500 метров от жемчужин дракона, система автоматически уведомит вас. 500 метров. Я боюсь, этот поиск будет длиться всю мою жизнь. Нинцы вздохнул, подумав. Он решил проверить детали миссии на повешение до великого мастера. Глава 31. Миссия продвижения бандиты округа Уин свирепствуют. В этом округе главенствует группа Черепа. Их лидер – духовный мастер Три Гуранга. Пожалуйста, заполучите его голову и передайте правительству. Духовный мастер Три Гуранга. Ты там совсем? Давать миссию мне боевому мастеру на продвижение до великого мастера и в требованиях победить духовного мастера Три Гуранга. Эта шутка такая? Неважно, как долго проклинал Нинцы, система не произнесла ни слова. В конце концов, Нинцы пришлось принять данные обстоятельства. Он проверил свои характеристики. Хозяин Нинцы. Ранг. Пиковый боевой мастер очки опыта. 0500000. Оставшиеся 600000 можно использовать автоматически после выполнения задания продвижения. Техника совершенствования. Навык божественного ранга. Мудрость драконьего слона. Уровень 3. Прогресс 1210000. Боевые навыки. Навык божественного ранга. 18. Ладони дракона. Уровень 3. Прогресс 4656. 10 тысяч. Очки здоровья. 12350 монеты дракона. 658. Демонический питомец. Птица фиолетовых молний среднего класса. 5 ранга. Детеныш. Снаряжение. Предмет божественного уровня. Меч убийца драконов. Незавершенный темный ранг. Драконий рог. 1000 к здоровью. Скорость восстановления здоровья увеличена на 1000%. Медвежья кожаная броня желтого ранга высокого класса увеличивает здоровье на 100 очков. Неплохо, но количество монет дракона очень маленькое. Я должен придумать какой-то способ. Нинцы погрузился в свои мысли. Молодой мастер Нинцы. Снаружи раздался крик. Нинцы взял свой меч убийцу у драконов и вышел. Снаружи стоял довольно знакомый слуга. Он почтительно поклонился и сказал. Старый предок приглашает юного мастера Нинцы прийти в открытый сад. Да. Нинцы кивнул. Пошли. По пути они встретили много слуг, которые были чрезвычайно почтительны. Они кланились и приветствовали каждый раз, когда видели Нинцы, потому что нынешний он не был таким, как Нинцы полгода тому назад. Полгода назад совершенствование Нинцы было ниже, чем у некоторых слуг, но теперь он пиковый боевой мастер убийца драконов. За последние несколько сотен лет впервые в империи Циньтан человек получил титул убийца драконов, так еще и на уровне боевого мастера. Можно сказать, что он легендарная фигура. Слуги, естественно, не смели относиться к нему так же, как раньше. Некоторые из слуг, которые унижали Нинцы, тем более избегали его, боясь, что Нинцы поквитается с ними позже. Что касается других членов семьи Нин, каждый раз, когда они видели Нинцы, они обходили его, не осмеливаясь встретиться с ним. У входа в сад с разноцветными стенами Нинцы встретил бледного Нинхунду. Седьмой дядя. Нинцы рассмеялся. Нинхунду слегка кивнул и заколебался, прежде чем спросить, «Когда ты узнал, что Нин Лун не мой сын, Нинцы сказал, в день, когда я убил Нин Луна, лицо Нинхунду стало немного лучше. Неважно, кто за тобой стоит, поблагодари их от моего имени, иначе я, вероятно, не узнал бы об этом и до конца моей жизни». Войдя в открытый сад, старый предок и мужчина средних лет, одетый в пурпурное одеяние, весело разговаривали. Рядом с ними стояли Нинхунти, они группа охранников. Когда Ниньгун Юэйер увидела Нинцы, выражение ее лица было очень спокойным, из-за чего люди не могли понять, о чем она думает. Ниньян оставался невозмутимым и смотрел на Нинцы глазами, полными гнева и ревности. Теперь, когда люди говорили о доме чемпиона, они говорили не о нем, Ниньяне, а Нинцы-боевом мастере-убийце драконов. Ходили даже слухи, что Нинцы займет место следующего чемпиона. Каждый раз, когда он думал об этом, Ниньяну хотелось разорвать Нинцы на 10 тысяч кусочков. Никто не может взять то, что ему принадлежит. Никто. «Ты здесь, позвольте мне познакомить тебя с Евнухом Линь, дворца Линь-Тянь». На этот раз он пришел по приказу императора, чтобы наградить тебя. Старый предок улыбнулся. Великий Евнух дворца. Линь-Тянь. Ранг. Боевой император 1. Гуранга. Техника совершенствования. Земной уровень среднего класса. Цветочное зеркало. Боевые навыки. Земной уровень среднего класса. Взмах нефритовых рук. Очки здоровья. 70 тысяч Нинцы сжал руки. Этот скромный Нинцы приветствует Евнуха Линь. Линь-Тянь оценил Нинцы с головы до ног и засмеялся. Хорошо, неплохой молодой человек. После этого он встал и достал ярко-желтый эдикт. Повинуйтесь небесам. По императорскому указу 13-й сын дома чемпиона, Нинцы, получает награду. Поколебавшись немного Нинцы понял, что ему удастся сбежать из-за рук двух боевых императоров, поэтому он мог только поклониться. Нинцы принимает его. Ввиду силы Нинцы при убийстве дракона, Нинцы удостаивает созвание Сянь-Наня круга империи Цинь-Тан и получает денежные вознаграждения 10 000 золотых. Поблагодарите от меня императора. Нинцы получил императорский указ и немедленно встал. Линь-Тянь засмеялся, затем сказал старому предку. Старый чемпион, так как императорский указ принят, я уйду первым. Старый предок сжал руки. Евнух Лин, позаботься о себе, этот старик не сможет вас проводить. Нет необходимости. Линь-Тянь взмахнул руками и ушел вместе с группой дворцовых стражников. Только тогда старый предок посмотрел на Нинцы и сказал. Я знаю, что ты купил дом снаружи, не стоит жить в том маленьком доме. У меня есть сад по соседству, ты можете въехать туда. На лице Нин-Хун Тиня мелькнул след несчастья. Старый предок это место, в котором может жить только законный сын. Лицо Нин-Яна было неприглядным. Это должен быть его двор. Нань Гун Юэр также сказала. Старый предок это не соответствует правилам Нинцы засмеялся. Я буду жить в своем доме. Раньше я думал, что из-за убийства Нин-Луна семья меня не отпустит. Но сейчас все в порядке. Не беспокойтесь, я соберу свои вещи сегодня вечером и уеду. Я буду навещать старого предка, когда у меня будет время. Он на самом деле отказался. Все в семье Нин были шокированы. Нужно понимать, что действия старого предка явно означали, что он хотел сделать Нинцы следующим чемпионом. Старый предок был слегка поражен. Его бровь сморщилась. Ты действительно решили поступить так? Нинцы кивнул. Да. Затем он посмотрел на Нин Хун Тиня. Нань Гун Юэр и Нин Яна с насмешкой. Я давно сказал, что меня не интересует титул чемпиона. Ты. Хорошо. Хватит спорить. Старый предок махнул рукой. Не забудь навещать меня, если ты будешь свободен. В клане бездомных. Хун Сань с рождения был нищим. После 40 или 50 лет скитания он стал великим мастером 9 Гуранга. Конечно, этого бы не произошло, если бы за ним не стоял божественный военный особняк. В этот момент Хун Сань сидел на тигровой шкуре со скрещенными ногами. Перед ним на коленях стояли четверо. Сколько девушек ты нашел? Лидер секты. У меня очень хороший вариант. Этой маленькой девочке всего 7 или 8 лет. Она очень умная. Она должна соответствовать вкусу лидера секты. Я надеюсь, что вы можете помощь выбрать в помощь нескольких экспертов для нас. Иди, возьми с собой кого-нибудь. Если сегодня вечером я не увижу тебя, не возвращайся. Ты понимаешь, Хун Сань сказал холодно. Да, лидер. Большой брат, Дагаутзы теперь является слугой Дома Чемпиона. Почему бы нам просто не изменить цель? Хаим. Я не осмелюсь лезть в Дом Чемпиона, но как кто-то узнает, что это мы похитили сестру Дагаутзы? Даже если об этом узнают в будущем, глава клана Хун поможет нам. Чего вы боитесь? Мастера секты Хун поддерживает божественный военный особняк, Дом Чемпиона ничто. Слова старшего брата имеют смысл. Глава 32. Глава 32. Ся Юэр. Несколько пустынный двор выглядел так, как будто он не был занят долгое время, но, казалось, был очень чистым. Во дворе было только трое слуг, которые пытались навести порядок. Четыре охранника патрулировали местность. Внезапно четыре охранника упали замертво. На затылке у каждого была кровавая дыра, из дыр стали вытекать мозги вперемешку с кровью. Большой брат ли такой крутой? Вы действительно достойны быть боевым мастером 9 Гуранга? Хватит ерунды, поторопись и найди ее. Да, сэр. Четыре фигуры перелезли через стену. Наконец, в маленькой комнате они увидели семилетнюю или восьмилетнюю девочку, которая сидела и вышивала. Они быстро среагировали и вырубили девочку, которая не успела даже пискнуть. Младшая сестра, я слышал, что день охоты подходит к концу, и благодетель скоро прибудет. Ты закончила вышивать? Крикнул Дагаутзы, когда вошел в дом, столкнувшись лицом к лицу с четырьмя разбойниками. Однако их лица были покрыты тканью, поэтому Дагаутзы не узнал их. Ах, кто вы? Отпустите мою сестру. Охрана, охрана, кто-нибудь сюда быстро. Дагаутзы яростно кричал. Он хотел подбежать и спасти маленькую девочку, но его быстро схватили и стали избивать. Большой брат, перестань бить его. Пошли, иначе нас могут поймать. Ах, сегодня я сохраню твою жизнь. Ударив несколько раз Дагаутзы, четверо вместе с маленькой девочкой перелезли через стену и ушли. Вскоре после этого слуга нашел Дагаутзы. Быстро отправляйся в дом чемпиона и найди молодого мастера Нинцы. Быстро. Слуга средних лет был шокирован. Может ли владелец двора быть молодым хозяином дома чемпионов? Увидев Дагаутзы в таком жалком состоянии, он набрался смелости и побежал к Нинцы. Постучав в дверь, слуга открыл ее. Кто ты? Я, я ищу молодого мастера Нинцы. Слуга средних лет смиренно опустил голову, даже не решаясь взглянуть на лицо другой стороны. Он уже был готов к тому, как его прогоняют. Кто знал, что другая сторона на самом деле тепло впустит его и даже приведет к входу во двор Нинцы. Нинцы посмотрел на внутренний двор и заметил, что собрал все вещи, которые ему нужны. Он был готов уходить, но встретил этих двоих. Молодой мастер Нинцы, этот человек ищет тебя, сказал слуга поместья. Нинцы кивнул и бросил ему кусочек измельченного серебра. Слуга быстро покачал головой. Как я смею брать серебро у молодого мастера Нинцы? Если я говорю тебя бери, значит бери. Нинцы нахмурился. Слуга был напуган и до такой степени, что чуть не обмочился. Он быстро поблагодарили его и убежал. Ты слуга, нанятый Дагаутзы? Видя, как одет этот слуга, Нинцы кое о чем догадался. Дагаутзы. О, да, я слуга, которого пригласил дворецкий Дагаутзы. Случилась беда. Во двор ворвались воры. Дворецкого Дагаутзы сильно избили. Четверо охранников, которых он пригласил, мертвы. Дагаутзы сказал мне найти молодого мастера. Нинцы быстро рассказал слуга средних лет. Грабители. Холодный блеск мелькнул на глазах Нинцы. Может ли вор убить четырех охранников? Возможно, здесь что-то не так. Кто-то решил доставить ему неприятности. Наньгун Юэр, это шлюха. На этот раз Нинцы ошибочно обвинил ее. Пошли. Когда они прибыли во двор, Дагаутзы горько заплакал, увидев Нинцы. Ся Юэр, твоя сестра? Нинцы нахмурился. Дагаутзы кивнул. Да, да. Нинцы посмотрел на мертвых охранников. У них у всех в голове была дары размером с большой палец, а затем он посмотрел на стену, чтобы убить охранников отсюда. Уровень совершенствования должен быть не слишком высокий. Даже боевой мастер смог бы сделать это. Может быть, это не было подстроено этой сукой Наньгун Юэр? Нинцы немного подумал, затем сказал Дагаутзы. Что ты думаешь? Они схватили твою сестру, ты что-то знаешь о похитителях? Шок мелькнул в глазах Дагаутзы. Я помню, одного из этих четверых был у Юй. Видя сомнения Нинцы, Дагаутзы поспешно напомнил. Вспомните, вы тогда сломали ему ноги. Съешь таблетку восстановления, а затем отведи меня к ним. Так, а как тебя зовут? Нинцы бросил таблетку Дагаутзы, а затем спросил слугу средних лет. Слуга средних лет чувствовал себя польщенным. Я Джаэр. Джаэр, возьми эти две тысячи серебра. Расплатись семьями погибших. Я скоро вернусь. Джаэр шокирован банкнота на две тысячи серебряных. Это было словно во сне. До этого самой большой суммой, которую он когда-либо видел, составляла пятьдесят серебряных. После того, когда Дагаутзы съел восстановление, его раны немного зажили. Он встал и сказал. Молодой мастер, я отведу тебя к ним. Я умоляю тебя, пожалуйста, спаси Сяюэр. Нинцы кивнул. Не волнуйся, если это они, я обязательно помогу тебе вернуть твою сестру. Давай веди клан бездомных. Хунсань непристойно улыбнулся милой девочке, стоящей перед ним. Сяюэр была очень напугана. Увидев улыбку человека, она сразу же побледнела. Хе-хе. Лидер секты. Эта девочка неплохая, верно? Уюэй непристойно улыбнулся. Его трое помощников уже начинали представлять, как хорошо их вознаградит Хунсань. Убирайтесь. Хунсань бросил им серебряный слиток и нетерпеливо помахал. Лидер группы проклял его. Этот слиток серебра стоит не более 20 серебряных. На четверых он как лидер может получить максимум 10. Ему не хватит пойти даже во двор Личуньюянь. Хунсань был жестоким и беспощадным. Если бы он не был таким, то он не смог бы управлять всем этим местом. Именно поэтому Уюэй со своей группой покинул комнату Хунсана, поблагодарив его. Нет, не убегай. Ся Юэй со страхом смотрела на Хунсана, постоянно отступая. Хе-хе, позволь мне приготовиться, чтобы насладиться тобой. Хунсань засмеялся. Молодой мастер, это здесь. Уюэй, член клана бездомных. Это главный дом их клана. Мы сможем найти его там. Дагаутзы провел нинцы через 7 или 8 переулков. Наконец они оказались перед очень роскошным и величественным двором. Если нинцы не ошибался, все семьи у двора были дворянами и чиновниками. Что вы тут околачиваетесь? Вы знаете, кто мы? Убирайтесь. Главные двери дома были открыты. Оттуда вышли трое похожих на нищих парней. Тем не менее, все они и милиции были по крайней мере бойцами один Гуранга. Один из них увидел нинцы и Дагаутзы, стоящих у главного входа, и крикнул на них. Нинцы засмеялся и спросил. Уюэй внутри? Глава 33. Уничтожение ты знаешь, Уюэя? Другая сторона была ошеломлена на мгновение, а затем усмехнулась. Вам лучше не знать, как я растяну Юй. Один из лидеров клана бездомных, поэтому не каждая мелкая сошка может встретиться с ним. Не говоря ни слова, нинцы вышел вперед и ударил его по лицу. Этот человек сразу же улетел на 10 метров, и когда он приземлился, все его лицо было полностью изуродовано. Он выглядел так, словно собирался умереть. Поздравляем с убийством бойца Три Гуранга, вы получили 120 очков опыта. Не обращая внимания на уведомления системы, нинцы зашел с Дагаутзы внутрь. Двое других были ошеломлены, но в следующую секунду они повернулись и побежали. Когда они бежали, они кричали. Вражеская атака. Кто осмелится причинить нам неприятности? Клану бездомных. Внезапно появилась большая группа нищих, окружавших нинцы и Дагаутзы. Старейшина У, это они. Мой старший брат был убитыми. Два нищих подбежали к старику, громко плача. Глаза старейшины У слегка замерзли, когда он посмотрел на нинцы. Как боевой мастер Три Гуранга, он мог с первого взгляда сказать, что Дагаутзы был просто обычным человеком, а нинцы был настоящим мастером. Кто вы? Почему вы пришли в наш клан, чтобы доставить неприятности? Вы недовольны чем-то? Нинцы ухмыльнулся. Разыщи мне Уюя, мне надо кое-что спросить у него. В последнем ряду толпы, когда четверо увидели нинцы, они подсознательно сжали головы. Это неправильно, чего им бояться, если только они не из дома чемпиона. Все равно у нас есть поддержка мастера клана. Размышляя об этом, Уюй тут же закричал и оттолкнул всех в сторону, чтобы подойти к старейшине У. Дядя, этот парень здесь, чтобы вызвать проблемы. Уюй указал на нинцы. Старейшина убросил взгляд на своего дальнего двоюродного брата и холодно посмотрел на нинцы. Он здесь. Если тебе есть что сказать, спроси. Когда закончишь, мы должны урегулировать наш вопрос. Ты убил одного из членов нашего клана. Если ты не оставишь руку и ногу сегодня, можешь забыть, что уйдешь отсюда. Да Гаудзе яростно посмотрел на Уюя. Ты похитил мою младшую сестру. Уюй издевался. Что за фигня, младшая сестра? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Старик уже понял, зачем они здесь и внутренне проклинал Уюя за то, что он пришел к ним, а за ним был хвост. Но этот вопрос был связан с Хунсаном. Это касалось репутации их лидера и естественно он должен разобраться с этим. Ты задал вопрос, он ответил. Теперь, почему ты убил одного из членов нашего клана? Спросил холодно старейшина У. Кто-то уже понес нищего, которого Нин Ци забил до смерти, и положили его у ног старейшины У. Два подчиненных бросились к телу и заплакали. Большой брат, ты умер слишком жалко. После стольких лет пребывания в темноте, выражения и мерцающие глаза у Юя ясно говорили Нин Ци, что именно он похитил девочку. Поэтому Нин Ци глубоко вздохнул, и его тело вспыхнуло серебряной Ци, когда он посмотрел на старейшину У. Отдай его, иначе я уничтожу твой клан сегодня. Особая боевая Ци. Серебряная. Старейшина У вдруг подумала чем-то и в шоке сказал. Ты тринадцатый сын Маркиза, Нин Ци. Боевой мастер-убийца драконов. У Юй был ошеломлен, он вспомнил тот день, когда его ноги сломал Нин Ци. Хотя он подозревал, что новости были правдой, но черт возьми, это действительно он убил дракона и тот о ком говорил его дядя У. Нин Ци усмехнулся. Поскольку ты знаешь мою личность, ты все равно посмел посылать людей и похищать кого-то в моем доме? Я забуду все, если ты отдашь этого человека. В своем сердце старейшина У уже сотню раз проклял У. Он кого-то спер, а теперь еще и проблему притащил на его голову. Немного поколебавшись, он подумал о Хунсане и о человеке, стоящем за ним, и старейшина У внезапно стал увереннее. Молодой мастер Нин, у меня нет никого, кого вы ищете. Если между вами есть какое-то недопонимание, У Юй будет жестоко наказан, так что давайте забудем это. Пожалуйста, уходите. Молодой мастер Дагаутзе нервно сжал кулаки. Нинцы похлопал его по плечу, а затем ударил прямо в старейшину У, после чего он также ударил ладонью нищих, окружающих его, дюжину раз. Боевая ци в его теле мгновенно истощилась более чем наполовину. Разрушительный серебряный дракон ворвался в толпу, мгновенно нанося сильный урон, вызывая агонию. У был поражен ладонью Нинцы и получил серьезные ранения. Упав на землю в шоке, он посмотрел на Нинцы. Ты знаешь, что наделал. Нинцы протянул руку и схватил шею Уюя, волоча его к передней части клана, по пути пнув бездыханное тело старика У. Затем он посмотрел на Уюя. Где она? Фу, я не знаю. Уюй держался за руки Нинцы, изо всех сил стараясь ослабить хватку на его шее и вздохнуть. Его три лакея в настоящее время стоят на коленях на земле и хотели улизнуть. Нинцы внезапно появился перед ними и сразу ударил одного из них по голове, из-за чего у того потекла кровь, и он медленно упал на землю. Ах, не убивай, я скажу. Маленькая девочка в комнате мастера секты Хунсана, но я же ответил. Последний из живых лакеев Уюя произнес свои последние слова, но был мгновенно убит Нинцы. В это время сам Уюй, наконец, понял, что Нинцы был сумасшедшим и не побоялся устроить бойню в клане бездомных. Он почувствовал сильное сожаление. Я двоюродный брат старейшины У, пожалуйста, пощади мою жизнь. Фамилия У мне уже надоела. Ты думаешь, что если за тобой стоит какой-то тому, то я тебя испугаюсь? Нинцы засмеялся. Ладно, я не убью тебя. Ах, спасибо, спасибо. Уюй немедленно поблагодарил его. Каха. Удар Нинцы согнул его локоть, в результате чего его кости сломались. Уюй издал жалкий вой, но Нинцы не остановился. Он продолжил ломать ему все конечности. Как ты оказался нищим, если у тебя есть руки и ноги? Теперь ты таким являешься, но сможешь исправиться в будущем. Уюй, который уже почти что вырубился от боли, понял, что его выбрасывали словно мусор. Дагаутзы, возвращайся в поместье и жди новостей. У меня больше нет времени присматривать за тобой, сказал Нинцы. Дагаутзы стиснул зубы, повернулся и убежал. Из дома стали выходить настоящие мастера. Их базы совершенствования были примерно 6 или 8 ранг великого мастера. Позади них было 30-40 боевых мастеров. При такой силе даже в столице они не уступали некоторым дворянам. Глядя на тяжело раненых и убитых членов клана бездомных, их выражение сильно изменилось. Осознав ситуацию, они не стали церемониться с Нинцы и завязали бой. Спустя некоторое время очки здоровья Нинцы упали примерно до 2000. Вокруг него лежали либо мертвые, либо полуживые боевые мастера. Четыре великих мастера были сильно ранены и смотрели Нинцы. Один из них сказал. Клан бездомных и дом чемпиона не конфликтовали. Ваше превосходительство заходит слишком далеко. Глава 34. Гуаньюи по их характеристикам. Нинцы понял, что они были так называемыми защитниками клана. Имели на высший статус, который был ниже только мастера клана. Хе-хе, ты слишком высокомерен. Почему ты остановился? Почему ты не заканчиваешь начатое? Позвольте мне сказать вам, тем кто стоит за кланом бездомных, является божественный военный особняк. Даже если бы с вами были три дома чемпиона, если вы мудры, то отступите сейчас. Даже если я убью вас, правосудия вам не видать. Нинцы уже израсходовал всю свою боевую ци, а его здоровье опустилось на опасно низкий уровень. Эти мастера наносили по 200 или 300 урона, вчетвером они сильно потрепали его. Но они не знали, что у Нинцы дикая скорость восстановления здоровья. Божественный военный особняк? Значит, у божественного военного особняка есть собака. Ну и что с того? Если я не боюсь Хуанфута, зачем мне бояться вас, отвратительные ублюдки? Хуже будет для вас, если я вернусь старым предкам. Я хочу посмотреть, отправит ли божественный военный особняк боевого императора, чтобы помочь вам. Нинцы усмехнулся. Его слова были как острый меч, пронзивший сердца всех четверых. След паники появился на их лицах. Если бы старый чемпион появился лично, то человек, стоящий за мастером секты, не смог бы их спасти. Хе-хе, вот так. Хорошо, не двигайся. Хунсань связал Сяюэр и подвесил ее. Сяюэр была в слезах. Однако ее слезы не вызывали у Хунсаня сочувствия. Вместо этого слезы еще больше раз задорили его извращенную натуру. Мастер секты. Внезапно ворвался третий защитник. Лицо Хунсана вспыхнуло от гнева. Третий защитник, ты не знаешь, как стучать в дверь. Впоследствии он заметил, что от был в плохом состоянии и раны покрывали все его тело. Что произошло? Тринадцатый сын чемпиона, Нинцы, ранил и убил многих наших. Это тот боевой мастер-убийца драконов? У нашего клана нет вражды с ним. Почему он здесь и создает проблемы? Выражение Хунсана стало серьезным. Третий защитник посмотрел на Сяюэр, затем посмотрел на Хунсана. Он пришел за ней. Кто-то пришел, чтобы спасти Сяюэр. Она внезапно почувствовала луч надежды в своем сердце. Тринадцатый сын чемпиона. Мой брат не лгал, когда говорил об этом парне. За ней. Как он посмел? Даже если он из дома чемпиона и у него есть титул убийца драконов, это не более чем титул. Хунсан мгновенно взорвался, как пороховая бочка. Простой боевой мастер уже способен поставить вас в такое плачевное состояние, вы просто бесполезны. Мусор. Сейчас я преподам ему урок. Хунсан оттолкнул третьего защитника и вышел. Он повернул голову и улыбнулся Сяюэр. Подожди, когда я вернусь, то наслажусь тобой. Никто не сможет тебя спасти. Нин Ци, тринадцатый сын Маркиза, рожденный от слуги, всегда был полнейшим мусором. Хе-хе. Мне интересно, как ты стал боевым мастером, так еще и дракона убил. Ты действуешь очень самоуверенно, раз решил лезть ко мне. Видя его появление, Нин Ци вздохнул. Было бы хорошо, если бы сестру Дагаутзы не похищали. Ты знаешь очень много. Нин Ци усмехнулся. Тогда тебе также следует знать, почему я сегодня здесь. Отдай ее. В противном случае, я сегодня расправлюсь с твоим кланом, и даже божественный боевой особняк не поддержит вас. Он не сможет вас спасти. Ха-ха-ха. Смешной. Я великий мастер девять Гуранга, я не боюсь простого боевого мастера как ты. И что, что у тебя есть особые Ци? Ты не сможете покинуть это место сегодня. Хун Сань громко рассмеялся в небо. Затем посмотрел на четырех защитников, и они сразу же окружили Нин Ци. Я потрачу пятьсот монет дракона. Вы действительно заслуживаете смерти. Нин Ци сказал что-то, чего они не могли понять, и затем Хун Сань и остальные увидели шар фиолетового тумана рядом с Нин Ци, и из него вышел серповидный зеленый клинок и боевой генерал с рыжей бородой и зеленой мантией. Духовный. Духовный мастер. Появление этого человека было очень странным. Источая ауру духовного мастера, Хун Сань почувствовал ужас. Мастер Гуань, поймай его. Да, мой господин. Крикнул Гуань Юэ и направил лезвие в Хун Сана. Хун Сань быстро увернулся, но его скорость была медленнее, чем у генерала. Он издал жалкий крик и остался без руки. В этот момент четыре защитника атаковали Гуань Юэ. Его здоровье мгновенно упало на одну десятую. Он взял свою алебарду и ударил полумесяцем. Все четверо отлетели назад и неизвестно, живы они были или нет. Нинцы медленно подошел к генералу Гуань и опустил голову, чтобы посмотреть на Хун Сана. На его лице появилась насмешка. Я не смогу сегодня уйти отсюда. Хун Сань посмотрел на Нинцы в страхе. Нет, не убивай меня. Она в моей комнате, и я не трогал ее, я могу отвезти тебя к ней. Мой господин, великий генерал Хуан Фу Фэй, божественного военного особняка. Хуан Фу Фэй, боевой король тригуранга, великий генерал божественного военного особняка, чье совершенствование такое же, как и у действующего чемпиона. Когда Нинцы задумался, Хун Сань вздохнул с облегчением. Казалось, что это спасло его жизнь. Как жаль, я уже потратил 500 монет дракона. Если я не убью вас, не потеряю ли я много денег? Генерал Гуань, сломая ему все конечности, Нинцы решил закончить начатое. Генерал исполнил приказ Нинцы. Хун Сань смог издать только жалкий крик, прежде чем все его конечности оказались переломаны. Нинцы еще раз ударил Хун Сана 18 ладонями дракона, добивая его. День. Поздравляем хозяина с успешным убийством великого мастера 9 Гуранга. Вы получили 10.000 опыта. Поскольку хозяин еще не завершил миссию продвижения, опыт был перенесен в хранилище. День. Поздравляем хозяина с получением набора с игрой. Пожалуйста, откройте его в течение 24 часов. Нинцы пока не заботился наборе. С помощью Гуань Юя он убил четырех защитников одного за другим. От двоих из них он получил наборы с игрой. Оставшиеся члены клана бездомных были шокированы происходящим. Все вы становитесь на колени. Любой, кто осмелится бежать, постигнет та же участь, как и вашего лидера. Нинцы крикнул. Все встали и встали на колени и опустили головы. Нервничая, они обильно потели. Время призыва Гуань Юя закончилось. Он превратился в фиолетовый туман, исчез. Когда они увидели это, всех это еще больше испугало. Нинцы выбрал одного из нищих и приказал показать ему, где находится комната Хун Сана. Когда он пошел туда, то увидел Ся Юяр, связанную и висевшую в середине комнаты. Этот ублюдок действительно ненормальный. Нинцы проклял Хун Сана, а затем освободился А Юяр. Не бойся, твой старший брат попросил меня прийти и спасти тебя. Глава 35. Я должен убить тебя. Ся Юяр моргнула своими большими глазами. Вы молодой мастер Нин? Нинцы кивнул. После того, как он развязал веревки, он взял Ся Юяр на руки и вышел из особняка. Нищие, стоявшие на коленях, склонили головы еще ниже, боясь, что их убьют. Они осмелились пошевелиться, только после пройденного времени, которое необходимо, чтобы заварить чашку чая. Старейшина У, что нам делать? Все посмотрели на последнего старейшину их клана. Вскоре после того, как старейшина У очнулся, он увидел жалкое состояние, в котором находились Хун Сани четыре защитника. Он прошел прямо перед Уюй, четыре конечности которого уже были сломаны. Дядя, дядя, спаси племянника. Слабо сказал Уюй. Старейшина У бесстрастно сказал. Это несчастье было вызвано им, поэтому он должен быть наказан. Кто в более-менее нормальном состоянии, оторвите ему все конечности. Не убивайте его, просто оставьте его калекой. Когда ослабленный Уюй услышал это, его глаза побелели, и он потерял сознание. Отправьте кого-нибудь в божественный военный особняк и сообщите о ситуации господину Хуан Фуфую. Просто скажите ему, что его ученик, Хун Сань, лидер клана бездомных, был убит тринадцатим сыном чемпиона. Да, старейшина У, яй. Только сейчас Нин Ци понял, что четыре конечности девочки из-за того, что их связали, они мели. Поэтому он вынул таблетку восстановления и сунул ее в рот Ся Юэр. Перед этим он использовал свою боевую Ци, чтобы прочистить ее вены. Так тепло, так уютно. Ся Юэр прищурилась. Да Гаудзи, который долго ждал у входа во двор, увидел, как Нин Ци вернулся с Ся Юэр на руках. Слезы сразу же потекли из его глаз. Он быстро подбежал, встал на колени перед Нин Ци и начал, как сумасшедший, кланяться. Спасибо, молодой мастер. Спасибо, молодой мастер. Вставай, прекрати этот бред. Нин Ци слегка ударил его ногой и направился во двор. Вернувшись во двор, Нин Ци положил Ся Юэр. Да Гаудзи нервно проверил ее тело. Ся Юэр, эти звери не сделали тебе ничего, не так ли? Ся Юэр дотронулся до лба до Гаудзи, который распух из-за ударов по земле. Когда он кланялся, с ноющим сердцем она сказала. Старший брат, я в порядке. Молодой мастер пришел в нужное время. Я. Я только увидела мертвое тело. Чье? Самого плохого. Хун, лидер секты Хун, до Гаудзи был шокирован, а потом начал винить себя, когда посмотрел на Нин Ци. Молодой мастер, мы принесли вам большие неприятности. Нин Ци махнул рукой и сказал. Все, возьми Ся Юэр и позаботься о ней. Джаэр, подойди. Джаэр, который ждал в стороне, немедленно сделал несколько шагов вперед и сказал. Молодой мастер, я уже послал людей искать семьи четырех братьев. Гробы я тоже подготовил. Этот старый слуга временно поместит тела четырех братьев в кладовку. Имым, я оставлю это на тебя. Позаботься об этом. Нин Ци кивнул. Джаэр увидел, что Нин Ци не возражал против его действий, и был очень рад, кивая головой. Этот старый слуга понял. Улица, ближайшая к имперскому двору, называлась улица генерала. Там жили почти все самые влиятельные люди в империи Циньтан, такие как знаменитые мастера-алхимики, кузнецы, сам дом генерала и другие. Даже дом чемпиона не имели права здесь жить. По сути, глава дома чемпиона мог считаться только второсортным аристократом империи Циньтан. Ему еще предстояло войти.